14-933, пока промежуточная первая позиция, и Сантана Запата, представитель команды Испании, также он в Нанине был, и квалифицировался в финал в отдельных видах, и выступал, но восьмой из восьми. Лучший вход был в Германии, был четвертый на этапе Кубка мира, был в призах на опорном прыжке, там же третий стал. Ну и так, где же он вольно выигрывал? Он вольно выигрывал на первых европейских играх Баку в Азербайджане, там-то он и победил. Ну вот это очень важно, он для себя заработал. Опа, у него тоже трудность заявлена 6,7. Значит, чуть-чуть только он уступал первым двум гимнастам, те по 6,8, он 6,7. Значит, это говорит о том, что он умеет выполнять... Ой-ой-ой-ой-ой, как красиво! Да, как здорово! И не вышел за черту, не показал безволию, он прям, как говорится, цеплялся за настилу на вольных упражнениях, за ковер. Так, почему-то они, честно сказать, все подволновываются, заметно, мужчины. Не удается им четкое приземление после акробатики. Иногда они просто врезаются или прилипают. А сегодня везде допускают мелкие ошибки в приземлении. Причем, казалось бы, на самых, на вполне безобидных связках. Ну, то есть, что такое винт, два винта для гимнаста и ворона? Да, это уже испытано, проверено, проверено. Но это волнение, безусловно, волнение. А еще одна из, по-моему, больших объяснительных моментов, это все-таки они работают уже в четвертый день. Вот эти лучшие гимнасты, которые попадают на отдельные виды многоборья, они отрабатывали в квалификации один день, второй день за команду, тридцать день в многоборье, да. У кого она была? Ну, большинство это лучшие спортсмены. Мы сегодня будем с вами видеть все-таки лучших, я вижу, верю в это. Конечно, есть рядом по регламенту сегодняшних возможностей от Международной Федерации Гимнастики можно выступать не менее, чем на двух снарядах. Можно выступать. Безусловно, я всегда это говорю и очень уверена в правоте своих слов. Безусловно, готовить два снаряда гораздо легче, чем все шесть. Тем более, да, как готовить. То есть, ты заявился на два, опорный прыжок прыгал, пятибальный, в принципе, уже выступил. Кое-какое, да. Выступил. Просто условия выполнил, да. А второй, например, брусит. Ты там школешь, ой, как бы сказать вам, отглаживаешь, отчищаешь. Вот это исполнительское мастерство, предварительно выучив довольно большую сложность. Это необходимо для одного какого-либо вида. Но это, безусловно, и времени, и сил меньше, а времени больше получается. То, что вот тот же, например, Учмура, он вспомнил Учмура, суперталантище. Это явление просто природы, шестикратный абсолютный чемпион мира. Он пока проходит в этой тренировке шесть снарядов, а какой-то парень-другой подходит к кольцам, например. Целый час работает только на кольцах. Это, конечно, несравнимо. Вот двойной бланш какой. И здесь вот, кстати, маленькая потерька. Чуть-чуть, но два с двумя он сделал, конечно. Ну, хорошо. Красивейший, красивейший. Он, видите, он доволен сам собой. Вы знаете, Гавриловна, у испанцев сейчас акробатика, я имею в виду, дорожку акробатическую, но нормальную в таком уровне. Это между акробатическим, как вид спорта, акробатика, хорошо поднял. Неудивительно, неудивительно, и тем же самым заразились спортивная гимнастика. Англичане блестяще выступают сейчас на акробатическом уровне. 15,2 его оценка, между прочим, чуть ниже. На десятку ниже трудность, но посмотрите за исполнительское мастерство, правильно. Так, а теперь к нам в гости идет Парвис, Великобритания. Ну, это Великобритания у нас много комплиментов в течение этих всех репортажей получала. И небезослуженно, потому что они очень спально, очень дружно отстаивали честь страны, честь своей команды и все это доказали. Да, и все-таки бронзовые призеры Олимпийских игр. Да, да, и Олимпийских, и они не сбавили обороты. Это один из у них таких опытнейших гимнастов Парвис. 25 лет уже. Видите, чего-то их всего не толкает, мальчишек. Всех куда-то чуть склонит в сторону. Хорошо, там двойное. Ну, я уже напоминала вам, что по длинной диагонали, это из угла в угол, можно только не более двух раз пробежаться. А дальше вот по этим скошням, у них есть в центре такие отметины, в центре квадрата этого, по маленькой линии, как я выражаюсь, почти без разбега надо выполнить акробатику. Это, конечно, все сложнее и сложнее условия ставить перед спортсменом. Да, фактически надо с вальсета толкаться. Да, почти вальсет и пошел уже на акробатическое исполнение. Все-таки выучен этот элемент был. Да нет, это безусловно выучен. Это я уже так думала, вдруг это у него нечаянно получилось. Нет, он отработал и даже этим немножко воображает. Еще у них условия, он сейчас дышит. Заметно сильно устал. Опа. Да, но зато не откандалился и заключительную линию сделал как надо. Чуть-чуть он потерял за такое стояние в углу. Ну, не более одной десятой. А если бы поспешил, вон, разное направление у спортсменов есть. Он поспешил, чтобы не потерять там сбавку, не поймать. Зато мог присесть на акробатику. Потому что чуть-чуть не затерял. Вот, Лид Гавриловна, то, что вы отметили, вначале серьезно нервничал. Очень серьезно нервничал. Да, потом не что-то спортировался. Потом успокоился. И сейчас вот любопытно. Мне-то он понравился по совести сказать больше, чем исправиться. А, он чище сделал, Дима. Он почище сделал, правильно. Но и у них и трудность-то один... Нет, у Парвиса поменьше трудность 6,5. Это уже значительно. Знаете, почему я так говорю? 6,5 и 6,7-то, казалось бы, небольшая. Но каждое следующее, после 6,5, добавочная вот эта одна десятая... Ой, насколько она сложная. Очень сложная. Ну, он не погнался за супер, так скажем, сложностью. Но зато исполнительский он может отыграться. Исполнительский, я имею в виду, более чисто провести всю комбинацию свою. Вот он как входит в поворот, в темпе следующий, на сальто вперед прогнувшись впередом. Это все как-то так приятно смотрится. Это мы сейчас в замедленной съемке. И имеем шикарную возможность видеть некоторые ошибки в большей степени, чем это появляется возможность у судьи сидящего прямо вот тут, у бровки, как говорится. Но она уже, она или он, судья, они уже послали свои оценки, уже отправили. Не так много дается времени на выведение оценки, но все равно мы с вами замечаем, что все уже довольно долго выставляется оценка. Все спортсмены, как говорится, равны, но некоторые иногда бывают равними. Димочка, а ты мне, извини, обещал говорить Барвису, у нас лет сколько он уже? Ну, он 25, он взрослый. Ну, он взрослый, знаете, у него эта Олимпиада, скорее всего, заключить надо будет. 15-1 он получает. Все-таки испанец на трудности выехал. Очень справедливо осудили, рассудили здесь оценки. 8-6 за технику, прям без каких-либо вопросов, изумительно, все просто здорово. И вторым ставит. Судит Дэй. Это уже китайская. В квалификации 515-366 и был в квале вторым, проиграв только Сераи. Сераи. Но это китаец, это же вечная борьба. Вы знаете, мы 10 лет не могли мужчинами выиграть у Китая. Мы потом вырвали эту победу. Теперь они стали упираться без нас, Япония с Китая. Это очень интересное соревнование. И, конечно, тут мы с вами ерунды не увидим. Здесь будет высокое мастерство. Прижало его на второй диагональ. Ну, прижало. Прям прижало, прижало. Ну, 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 вот он тебе, пожалуйста, еще раз вдохнул и сделал все это очень легко. Ну, нет, это прям прекрасный гимнастический элемент. Это тоже у них как специальное требование. Надо обязательно не только акробатикой заполнить свою программу, но включить гимнастические элементы. Опа. Ну, как здорово. Что ты? Дима, это просто все так технично, так легко и так. Мол, ну, что вам еще показать? Я и это умею, и это. И закончил не каким-то там слегка там двойной согнувшись. А в этих двойных сальто еще повороты. Закончил ли? А я думаю, ну, это уже все. Ну, к концу. Во всяком случае, к концу. Вот уже я сигнал слышала. И вот заключили диагональ, пошел, 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 рандак. И тройным пироэтом. Вот как, вот как. Тройным пироэтом. Потерял он здесь в приземлении, но приобрел в трудности. У него трудность задана в 6,7. Я хочу сказать, что это китайские, даже можно не заглядывать в трудность. Они очень хорошо, перспективно готовятся к победам. Не к участию в соревнованиях, а к победам. Потому что это лидеры. Не важно, что они сегодня третий или вторые, или не первые. Но они, у них задача только исключительно золотая. И с ерундовой программой претендовать на победы, это невозможно. А что-то я еще про него хотела сказать про Китай. Ну, ладно, проехали, в общем. Да, вот я вспомнила, когда я думала, что это заключительная линия, она не оказалась еще. О чем говорит? Чем ты дальше вставляешь сложную акробатику, тем она труднее, тем она сложнее, тем она дороже. Конечно, ты же уже устал. Ну, конечно, конечно. Например, начать пируэт задний или закончить пируэт. Там сразу надбавка, за что борются спортсмены. Надбавка трудности. Поэтому они вот... Ну, это далеко. Если ты в конце каким-то чудом умудрился сделать тройной сальто и встал, то тебе прям... Тройной, да. То тебе прям все... Да, ну, все тебе в твоих ногах. Все тебе поставить. Да, все будет. Но, к сожалению, мы почти не видим тройного сальто. А вот тройной пируэт мы хорошо уже наблюдаем. А кое-кто делает и четыре. А вот еще будет впереди у нас. Вы только не отходите. Как выйдет скоро Сераи, японский представитель, и он покажет Кензе, этот мальчишка молодой, совершенно четыре винта. Это, ну, нам с вами не пересчитать особенно. Но мы потом, конечно, посчитаем, когда нам в Рапиде это повторят, да? А так это просто скорость космическое вращение, скорость вращения вокруг вертикали. Так, 6,7 база, 8,466, пока второй. Пока второй... А как, 15,166? А кто же его обошел? Испанец его обошел вполне себе. А, 15,2 у него, да-да-да, правильно. Смотрите лучше сделал, чище. Ну, может быть так. Так, и дальше вот идет как раз... Кензо. Сераи Кензо. Сераи. Квалификация 16,1, безумная база. Посмотри время. Ой, время. Лет ему сколько? Лет Сераи Кензо у нас 19, прошу прощения. Вот, все. Минтовые связки, и их прям на загляденье. Вот он, Рандат Фляк, раз. И вас двумя, как легко. Ой, красавец просто. Только, конечно, если он никаких глупостей не натворит, он будет первым. И это даже оригинально, хоть не очень сложно, но так приятно. Владение телом. Спичак на развернутых кистях еще. Спичак, да. Спичак – это стойка силы с прямыми ногами. Опа. Хорошо. Переворот три, видимо. Такие наши чисто гимнастические, но я пытаюсь иногда расшифровать, чтобы понятно, что это надо сделать. Ткачев. Ну что, Сашка, Ткачев замечательный гимнаст. Мы его часто вспоминаем. Он неоднократно чемпион. Но надо знать, что это перелет. Первый исполнитель. Или первый исполнитель этого элемента, да. Имя собственное. Вот у этого, кстати, молодого человека два элемента носят его имя. Конечно. Четверная пера – это что-то еще. Сейчас затруднюсь. Ну ничего, он уже своими внес в таблицу умножения. Но надо было вот с золотыми именами, то есть буквами писать. Вот он, мама родная, четыре элемента заключительной диагонали. Ну как-то, как он его делает. Нет, давайте повторим. Я чуть даже не поверила. А он какой счастливый парнишка. Конечно, ему сейчас за 16, вот я бы сейчас отдыхала на месте судейском. Безусловно, там надо считать. Но спокойно за 16 баллов открывала бы ему оценку. Здесь вот это исполнение, конечно, можно порадоваться. Причем он чуть не единственный из японцев, кто хорошо прыгает, в том числе сальтовые элементы. Он делает два с двумя. Двойной сальто, ну там, в полугруппировке с двумя пируэтами. Ну он хорошо. С тяжелым вращением. Вот он, раз, два, раз, два, три с половиной. Это три с половиной было и еще полтора. А вот концовку сейчас нам повторит. Мы с вами, это три с половиной было. Сейчас посмотрим, еще почитаем. А, это два с двумя. Опять здорово. Но это еще не вечер. Это еще мы посмотрим. Знаете, у него почти каждый диагональ можно разбирать. Ну как его вот ловить? Никто его не поймает. Немножко скривил тут душой в направлении. И вот из-за этого у него и ошибка появилась, что сразу потеря была в направлении. А вот здесь посчитаем, попробуем. Ну вот как раз Ричард прекрасно понимает. Раз, два, три, четыре. И пришел опять так же. Вы представляете, это не просто начать с четырех пируэтного вращения, а закончить программу. Это ровно то, что он обсудил. Улыбка у него совершенно заслуженная. Просто заслуженная радость такая. И мне хочется вместе с ним разделить эту победу. Молодец, Кензо Сераи. Япония. Я уже пишу себе оценку шестнадцать и поставила бы шестнадцать и четыре. Но не знаю, что ему поставят. Это я так с лету с поворота просто. Конечно, вот. И обратить внимание хочется на то, что ему девятнадцать лет. То есть это выходит такая бомба на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В своем лучшем состоянии. В лучшем состоянии. В лучшем состоянии. В самом хорошем таком, да. Когда идет подъем. Он приезжает на мир, выигрывает этот мир, скорее всего. Я не знаю, чем ему Гвитлок должен ответить, чтобы выиграть. О-о-о. Шестнадцать. Но это уже крыхоборство. У него два заселения. Вы знаете, вот это двести, тридцать. Это какое-то судейское крыхоборство. Какая-то даже некоторая, я бы сказала, безграмотность. Потому что они должны даже были поддержать вот это вот направление. Конечно, подобную трудность при подобном исполнении надо бонифицировать. А тут восемь шестьсот тридцать три. Не знаю. Я бы восемь. Ну, не знаю, чем там не хватило. Не будем так. Гвитлок. Гвитлок. Макс Гвитлок. В квалификации пятнадцати два. И сейчас это один из кандидатов, конечно, на медаль. С испанцем здесь ой поборется. Безусловно. Ой поборется. Кстати, Запад, кто можно поздравить, он, судя по всему, уже с медалью. Кого поздравить? Пока нет, пока нет. Не надо же. Они у нас еще этот весь... Особенно нет никого. Так. Ну, этот, конечно, парень знает, как побороться за медаль. Надо абсолютно чисто сработать. Он не переплюнет в трудности никого. Я думаю, до японца он не дотянется там. Ну, там банально нечем. Да, у него шесть и пять трудностей, а у Сирои семь и одна. Семь и шесть. Семь и шесть, правильно? На целый балл у него трудность заведомо. Как я говорю, ему уже... Вот он только вышел на вольное упражнение, а уже целый балл проигрывает с одной десятой. Вот только вот эта его манера, местами пугающая, местами радующая. То, что он делает не на какой-то ах высоте, а именно надежно. Вот обратите внимание. Он не забирается высоко по файзам, но он докручивает. Дима, это все отвечает на твои вот эти вот замечания или там заметки. Это говорит об его опыте, о его разумности, а не бесшабашности. Как некоторые гимнасты, могут быть, гораздо легче располагают и акробатическими связками. Но не хватает вот координации в мозгах. Я из-за меня, как говорится, сказала. А этот расчетливый, он понимает, что ничего лишнего допустить не надо. Надо выбрать максимум из своих возможностей. Вот у него вот эта манера, она радует. Она может быть не очень смотрибельная, потому что, глядя на акробатику того же Сераи, до того же запатывает. Они залезают, конечно, под потолок. Они крутят элементы, они их именно выписывают. Как бы мы сейчас с вами порадовались, когда ты сказал, залезает под потолок. У меня такое ощущение, когда Денис Аблязин делает акробатику. Я просто с ним вместе взлетаю, думаю, ну как же так уметь. Блестящий специалист, блестящий. Блестящий, но не стабильный, к сожалению. Не компенсирует другое. Ну, к сожалению, не самый стабильный. Задача, на мой взгляд, тренера. Ну, тут вместе взятых, конечно, тут трудно сказать. Там много чего, но просто такие же данные. Ну, я тебе скажу, что судьба в спорте бывает совершенно неожиданной. Мы и тоже можем привести разные примеры очень талантливых спортсменов и не добивавшихся больших результатов. Я помню, когда Алексей Бондаренко появился. Ну, хороший парень. Как его прочили взамен у Леши Немова, а у него данные-то были сумасшедшие. У него хорошие очень данные. И он, безусловно, каких-то результатов добился, но перекрыть такое имя, как Алексей Немов, это ему безусловно не удалось. Мы его уважаем, он хороший парень. Куетлок, так, 6,8 трудность, 8,766. А, у него сегодня 6,8. Видите, как он постарался увеличить. Ну, текущая вторая позиция. Как это 500, 15, а, 15,566, да, и уже вторая позиция. Вторая позиция, ну, простите, да, но до Кензаси Рай дотягивается просто сейчас не в состоянии. Это нечем. Нечем. На вольных упражнениях он 9,5 не получит никогда в жизни. Там, я не знаю, как надо исполнять вольные упражнения, чтобы тебе ставили. Оценку от 9,5. Я здесь-то не помню таких оценок. Я вот почему все время... Гонзалес? Да. Отпретая. Это не Чили. А Чили? Это нечаянно. Да-да, все-все-все. Я думаю, что ж такое у меня получилось. Опа. Ну, это уже сразу Чили. Пока еще. Такое-вое я не помню, чтобы в финале представитель Чили был на вольных упражнениях. Поэтому здесь, конечно, он может и ошибаться. И все равно его надо поздравить, потому что он вышел на высочайший помост Чемпионата мира. Ну, Кави Телеть Гаврииловна, был в финале, более того, стал четвертым на Олимпиаде. На Олимпиаде? Да. Ну, он уже стареет, значит. На Олимпиаде был четвертым, выиграл тестовые соревнования. Кстати, там же в Лондоне перед Олимпийскими играми. В Нанине провалился. Тут, да, тут что есть, то есть. И вольные упражнения на Чемпионате мира 11-го года он был шестым. Да нет, я не думаю, что он может что-то здесь поменять сильно погоду. Конечно, поменять. Лидеры. Лидер. А летом сколько? А летом уже, ну, посмотрите. Ну, вот скажи. 30, Лидия Гаврииловна. Ну, вот так я сразу вижу, что ему нечем уже показывать высшее мастерство. Ну, а с другой стороны, Лидия Гаврииловна, он попадает в финал Чемпионата мира за Чили и здесь сейчас. Да, конечно, ну что ты. Безусловно. Я просто, я сразу смотрю, с кем надо бороться нам. Вот во мне сидит еще вот такой аналитик. Я думаю, боже, ну неужели мы 30-летним не можем обойти. 30 лет и держит форму. И выходит на финальные соревнования. Вот эту мысль я провести хочу. Я думаю, она понятна. Мы вас ослышали, Лидия Гаврииловна. Мы с тобой так дискутируем, сидим, разговариваем, рассуждаем, не сказать, что мы. Я с некоторой болью за то, что, ну почему же у нас тоже талантливые мальчишки, все хорошие девчонки. Немного надо переставить акценты в подготовке. А так как-то наблюдаешь. Я себя поймал на мысли. Вот вам помните, Лидия Гаврииловна, вы-то хорошо помните. Когда только-только пришли хоть какие-то финансы. То есть мы же помним. А на каком уровне финансирование находилось там, когда была Олимпиада в Афинах. Ни на каком уровне не находилось. И работали на морально-волевых и за Родину. И за Родину. Все правильно. Сейчас гимнастики хватает. Всего хватает. И прекрасные условия. Жаловаться просто не на что. Потому что федерация работает отлично. Все капризы от малого до великого выполняет отлично. Поэтому сейчас только надо искать все причины. Сейчас понятно, что от гимнастов требует, в том числе и федерация, отдача. Безусловно, получается вот. А я бы сказал, что страна требует отдачи. Вот я сегодня столько у меня много раз спрашиваю. А почему? А что? Ну что? Открываем протокол и смотрим, что это и что. Все довольно прозрачно. Такое тоже бывает. Вот как они два пока. Первый и второй, да, по-моему? Да, Кензи Сера и Макс Уитлак. Так, Гонзалес. Ну, Гонзалес, я думаю, тут будет почетный. И он вызывает уважение, вот этот Гонзалес. Конечно. Ищили, мы уже сказали. Понимаете, все-таки есть те, для кого и участие. Вот это как раз и участие. Он прекрасно понимает, что в тройку он влезет только из-за чего-то чудо случится. Да, да. На Олимпиаде там много кто сгорел в финале. Очень много кто сгорел. Так тоже бывает. Кензи Сераи, 16-233. Вот, дорогие друзья, просим любить и жаловать. Это абсолютно блестящий результат. Абсолютно блестящее выступление. И это итоговая сумма 16-233, которая теперь всем является ориентиром на грядущие Олимпийские игры в Рио. Там будет этот спортсмен. Если, конечно, все будет хорошо, и там ничего не случится, чего мы никому не желаем. Макс Уитлак тоже, обратите внимание, 15,5 финальная сумма, и человек выигрывает бронзовую серебряную серебряную медаль. И представитель Испании, Сантана Запата, который очень хорошо отработал. Пусть у него программа где-то была чуть похожа, нежели у Уитлака, и за технику мы поставили, ну, я не знаю, можно было бы чуть больше, но чуть меньше. Но он все-таки уезжает с этого чемпионата мира с медалью и с медалью бронзовую. Да, очень жалко, после всего того, что Дима проанализировал этот финальный вариант, очень жалко, что весь этот спектакль был без российских гимнастов. Таблица после вида и, собственно, цифровые данные, нашедшие выражения. Смотрите, как их развели с Дэнгом, а? Да, очень. 33. Закономерно все получилось по-спортивному, и никаких претензий здесь быть не может. Всего-навсего 33. Да. Внешний раз можно поймать себя как раз на мысли, что немножко обидно, что покажет повтор этого, конечно, блестящего гимнаста, я ничего не хочу сказать. Ну, покажет, покажет. Серакен, он прибавил с момента Олимпиады в Лондоне, он стал вставлять нормальные сальтовые комбинации, которые... Мало того, Дима, я должна сказать, что я его видела вообще мальчишкой. У нас в Пензе, в замечательном спортивном дворце, проводились международные соревнования юношеские. И он туда приехал в составе команд. Он мальчик, тоненький, маленький, он уже вытворял эти чудеса. И все, ой, вы видели, вы видели. Вот мы видели ее, оно не потеряно, а доводится еще до более высшего мастерства. Вот так берегут таланты, появляющиеся в составах команд. Их надо очень внимательно и нежно нести и не догаскивать никаких ошибок в подготовке. Ну, а теперь представляют финальную группу девушек, которые будут... Опорного прыжка, о котором мы давайте сейчас поговорим поподробнее, ибо-ибо. Ну, давайте поговорим. Значит, прыжки девочкам надо выполнить обязательно два разных прыжка. Разных структурных прыжка, к примеру. Если ты сделала второй части сальто вперед, то во втором прыжке надо показать сальто назад. Это я объясняю так, чтобы немножко поняли, те, кто не совсем гимнасты, что это довольно сложные условия. То есть надо продемонстрировать такое вращение своим телом, такое умение даже, я бы сказала, чтобы выполнить это условие. От нас здесь есть Мария Пасека, это бронзовый призер Лондонской Олимпиады 2012 года, именно в прыжках. И она здесь следом за американкой Байлз. Конечно, у Байлз тоже большие-большие возможности оказаться первой. Но наша Маша располагает двумя сложными прыжками. У нее 6,4 и 6,3. С которой можешь побороться, потрудить только вот эта девушка. Вот эта корейская девушка из Северной Кореи. Она чемпионка мира. Она чемпионка мира. И у нее еще более сложные прыжки. Но я думаю, борьба будет между Байлз... Ну ладно, не будем... Знаете, у меня в квалификации, Лидия Гавриевна, мы с вами не успели это обсудить, в квалификации по поводу опорного прыжка у женщин у меня был один единственный вопрос. Ну-ка, давай. Первый и, наверное, последний. Байлз запрыживал к трудности 6,3, получает за технику 9,7. И я с тобой еще раз... Чтобы получить 9,7, простите... Надо выполнить безукоризненно. Байлз 6... То есть два слойных винта выполняет безукоризненно. И, очевидно, мы не видели с вами квалификации, очевидно, она так это провернула и въехала в приземление, я имею в виду, в мертвую точку. Тут вопросов нет, Дима. Мы посмотрим, но когда она допускает явные ошибки, ее за это наказывают. Вот идет наша Маша. Посетка, заслуженный мастер спорта, Москва, вооруженные силы. И она же, ее тренирует Мария Ульянкина вместе с мужем Валерой Ульянкиным. Ой, лучше, хоть бы они удержались. И Савосина. Вот так вот мы скажем. Ну, просто, Лидия Гавриловна, я сейчас вернусь к этой самой теме. Когда ей Байлз проигрывает 8 десяток по базе и в итоге выигрывает 0-5, я это, простите, ничем иным, как какими-то судейскими играми объяснить просто не могу. Ну, вот не могу и все, делайте со мной что хотите. Я, возможно, при своем мнении останусь. Кореянка, как раз Север Кореянка, которая защищает китрова чемпионки мира, у нее база такая же, как у Посеки. Или у Посеки такая же, как у нее, не принципиально. Их развело те же 0,50, но уже в пользу Маши. Но там одинаковая трудность. Там можно сказать, кто-то сделал получше, кто-то сделал похоже. Но у Байлз-то 6,3, 5,6. Ну, вот, ну как? Ну, все, только за счет исполнения. Дима, и даже не спорь, потому что я не могу так заочно согласиться. Или не согласиться. Да, или не согласиться. Потому что надо посмотреть исполнение. Я не хочу называть имена, но далеко по технике не того произведения бывают прыжки, которые я вижу в исполнении вот этой вот девочки Байлз. Она, конечно, она в Лондоне нам показала этот прыжок уже. В Лондоне. Какой? Два с половиной винта. Байлз. Американка. Ну, возможно. Ну, вот возможно. Так она с тех пор уже его только очищает. Она только его повышает исполнительское мастерство этого прыжка. Ну, в прошлом мире ей это не сильно помогло. Ну, значит, кореянка просто прыгнула в свои трудности. Так, так и было нельзя. Да, в общем, и Пасека, и Северная Корея. Они объявили очень сложные два прыжка. Но я еще раз хочу напомнить, что сложный прыжок выполнить в эти секундные расстояния, временные, очень нелегко. Поэтому мы пожелаем, конечно, легкого старта всем им и поболеем. Вот все, что я могу пока сказать. Так, начнем смотреть. Давайте-ка посмотрим. Байлз будет предпоследний здесь. А кореянка третий. Ну, для нас это, наверное, неплохо. Маше не досталось ни начинать, ни заканчивать. Там нервишки играют. А вот одна из таких сенсаций. И Маша плюс у новичей. Сенсация не сенсация, но и представительница Индии в финале в опорных прыжках. Я что-то по сути сказать сейчас. Дипу Кармакар так сходу-то вспомнить и могу. Ну, потому что на ней нет опростить. Это места вот десятого и ниже. И лучший результат был аккурат десятый в опорном прыжке. И, пожалуй, это все. Дальше ничего там нет и не было. Ну, посмотрим, что будет сейчас. Марана Медина. Представительница команды Мексики. Была седьмая в опорном прыжке. И причем в квалификации была даже пятой. На чемпионате мира 2014 года. Ну, все, а то мы не запомним. Давай посмотрим, какой прыжок. Она еще ничего не сделала, по большому счету. Так где-то все время в финалах. Это неплохо. Стало быть, она умеет прыгать. Сейчас посмотрим, как у нее морально-волевая подготовка. Что-то она прям такая расстроена. Ну, она сосредотачивается. Побаивается. Потому что она объявляет прыжок 6,2. Это стало быть... Сейчас посмотрим, что она покажет нам. По переднему, наверное, вращению. А может быть, еще и не дали команду начать. Мы видим ее лицо, ее напряжение. Да, ей не дают команду приступить к исполнению. Вот, открыли вроде до начала. И, пожалуйста, сейчас все в руках и ногах. Начался розыгрыш второго комплекта медалей. Одинокиды гимналистического мегаборья и Морена Медина, Мексика. Их сегодня 5 таких комплектов. Все. Поехали. С прямого разбега сальто вперед. С поворотом на 360 с большой, грубой ошибкой. И, мало того, еще заступила наверняка ногой за коридор. Коридор, он очерчен. Сейчас нам на другой картинке мы с вами это обязательно увидим. И ей вот этот приход четкости, естественно, не получилось. Вот сейчас еще на повторе вперед сальто. И 300. Ой, даже там еще что-то больше. Ну, вот она ушла далеко-далеко в сторону. Это суммирующая такая большая сбавка. Так что вот можно взяться за сложный прыжок и навалять дров. Вот то, что сделала эта девочка из Мексики. 6,2 трудность. 6,2 трудность. Хороший прыжок. Я и говорю, 6,2 трудность. Но технически ошибок больше, чем исполнение. То есть, чем трудность прыжка. Напоминаю, это она выполнила первый прыжок. Сейчас ей надо собрать себя на исполнение второго прыжка. Она тоже не за ерунду берется, а за шестибальной. Ну, такие и авантюристы тоже бывают. А вдруг получится. А вы знаете, Гавриловна, я как раз вспомнил Олимпийские игры, которые мы с вами работали. Где северокорьянка аккуратно легла на своих прыжках. Потому что у нее была вот эта же трудность заявлена. Но там она ее не вытянула. Да. А разложилась плашная. Вот что такое прыжок. И что такое девчачий прыжок. Девчонки вообще не предсказывают. И на следующем мире она выигрывается. Мир это не Олимпийский. Я все время делаю некоторые. Логично. Но все равно это очень трудно. Согласна, Дима. Абсолютно. Ну вот за первый прыжок ей стоит 14,666. Ну, учитывая даже по суммам квалификации, скорее всего, это будет без претензий на высокие места. Ну, как, в финал. Ну да, еще надо ее сделать. Ну, конечно, она уже выполняет эти прыжки с ошибками. Будет сейчас тренировать, тренировать. И, глядишь, придет к какому-то среднему явлению. Ну, и опять в приземлении большая. Она набирает просто, это все казалось бы, да? Но в приземлении она набирает такую большую ошибку, что опять не будет высоты полета. Я говорил, у меня полное ощущение, что она или мост поставила близко, или не доталкивается. Дима, это уже не наша с тобой забота, потому что они с тренером уже это измеряют. Вы понимаете, гимнастка практически летит вслепую, я вам должна сказать. Она знает, откуда разбегаться. Вот если она, отмеряем, ну как мы, кто ступнями, кто шагами. И летит она уже, не знаю, сейчас вот на рабочую часть надо мостика. А она немножко даже перелетает ее. Чуть-чуть. Она не на самую рабочую часть. А если бы вот сумела она... В этом большое искусство. Ну, вообще попасть в опорный прыжок. Ну, на прыжок должны попасть. Там много чего сложно. Почти как прыжка в длину. Знаешь, заступ, недолет, перелет. А здесь надо вот на самый горб вот этот бы выйти, этого моста. Потом еще дотолкнуться, до плеча не доработать. Уже все по технике, когда руки выбросить, как оттолкнуться. Но я не хочу даже этим нагружать. Зрители. В общем, прыжок сделан, безусловно, защита, но ошибок прямо, как говорится, на его очень много. Эти две оценки сложатся сейчас в финале и разделятся пополам. И вот окончательная оценка мы с вами вверху. 14-566. Вот ее результат для финала. И отправная точка для того, чтобы посмотреть на нас с вами. Здесь прыжок поскромнее, конечно, будет. У следующей девятки из Великобритании. У следующей девятки как раз Элизет Дауни, представительница. В Великобритании 5-8, Рандат Фляк. О, как здорово! По-моему, она руками только не коснулась коня, надо посмотреть. У меня такое было ощущение. А это она легко с этим прыжком расправилась. И вот здесь она перекроет даже, может, оценку перекрыть. Или у нее трудность какая? 5-8. 5-8, да. 5-8 она может получить не меньше, чем девочка из Мексики сейчас, заявлявшая трудность 6-2. Юниорка, 16 лет. Вот этой девочке не маленькой. Да, вот этой девочке 16 лет. А Мексиканку ты мне не сказал. Она в Нанини была третьей в многоборье, в опорном прыжке второй. То есть, у нее она нормально так собирала по снарядам. А представительница Мексики, которая так понравилась в ее время... Ну, прыгающая девочка, очень... Ну, конечно, был прыжок. Да, или высота. И форму держит она высокая, крупная девочка. И форму во время исполнения винтов она держала очень хорошая. Понимаете, она потеряла немного в приземлении. Немного. Друга, даже мы с вами уже можем спокойно разделить. Вот первая гимнастка и за ней следующая. Там просто в приземлении все набрало. Да, да, да. Ее давило в мат прямо со страшной силой. Это чище значительно, да. Посмотрим, что сейчас поставят. Хорошо ставят. 14,966. Вот, видите. А у той была первая оценка 14,660. Хотя трудность на четырестятых была выше. Видишь, как техника может перекрывать. Тут риск определенный. Кто, а в интерес, так в интерес, так кто берет хорошее исполнение. Ну, хорошее с приземлениями будет нормально. Дима, извините, вот эта гимнастка запросто прибавит в себе трудность. У нее такая потенциальность видеться, читается. Вы посмотрите, ей даже тесно в этих полетах было. Она легко распоряжается. Так что вот этот тренер, который имеет сумасшедший опыт. И фактура, и фактура. Он ей и фактура, и возможности хорошо толкаться умеет. Ведь, вот когда мы набираем гимнастику детей, то, ну, по многим тестам, там, гибкость, растянутость, стройность, то-сё, да. Но прыгучесть выработать очень сложно. Это, скорее сказать, такое сильно природное качество. А у этого девчонка прыгает просто замечательно. Это, Лидия Гавриевна, вот именно умение хорошо отталкиваться, хорошо работать массой или отсутствием этой массы. Это как раз то же самое качество, что скоростью. Она почти не воспитывается. То есть это или есть, или нет. Ну, правильно. Причём где угодно, что в единоборствах. Ну, в атлетике ты до определённых пределов разовьёшь. Ну, я на своём примере. Я на примере гимнастики разобрала вот эти моменты, что видится мы это проходили, ну, извините, за такой период жизни я это всё уже изучила. Всё это было. Да. Ну, и сейчас нам покажут её оценки. Сейчас покажут её оценки. Вторую и среднюю. Ну, вот и она уже её перепрыгала даже с такими, как мы сказали, лёгкими прыжками. 14 899. 14 899. И сколько? Три десятки гендикапа. И вот сейчас смотрим. Защищает титул чемпионки мира. Хонг Юлок. Йонг, да? Северная Корея, обратите внимание. У них два спортсмена, которые выступают. И оба выступают в опорных прыжках. И оба безумная программа. У того ненормальный по сложности. И вот так же Хонг Юлок. Квалификация была третьей. А, два с половиной. Два с половиной. Это она прыгнула и шесть три. Да. И я вам скажу приличный прыжок. Отличный прыжок. Отличный. Она здесь сразу заработает себе в актив хорошую оценку за 15 с половиной. Точно. Если не 15-8. Где-нибудь вот туда. Потому что она почти чисто его выполнила. А вот что она покажет во втором прыжке. Я просто даже. Она еще его сложнее. Вот. Смотрите. Раз, два, два. И пол поворота. И смотрите. Небольшая ошибка в приземлении. Так. А обычно гимнастки начинают с более сложного прыжка. Как принято вроде как. Эта гимнастка выбрала другую тактику. Она выполняет, как для себя очевидно считает, полегче. Но это тоже считается очень сложным. И отклонение сейчас было хорошо видно. От направления. Она чуть-чуть отошла от центральной линии в сторону. Это все судья должен засчитать. 15-666. Ну вот я сказала, что будет оценка хорошая. Оценка хорошая. По делу. Все по делу. Да, да, да. По делу абсолютно. И вот мне хочется посмотреть, что уже на вторым прыжком сейчас нам. И 6 и 4 прыжок. Три винта что-то делает? И 6 и 4. Нет. Может быть по переднему вращению пойдет. А, может быть. С гладкого 2,5? Ну посмотрим. Нет-нет. Вперед сальто. Вперед. И будет развивать эти повороты. Ну-ну-ну. Да, я говорю с гладкого. Это было по заднему направлению. По заднему сальто 2,5 винта. А сейчас посмотрим. Гадать не будем. Глазки с узела совсем на переносице. Не знаю. Со 180. А, со 180 она пошла. Но тоже, знаете. Тут так все это смазано. Вот эти вот муансики такие, на чем японцы, румыны особенно, они заощрялись у нас и приходили в призеры, когда они чуть-чуть руки поставят на это тело прыжкового снаряда. Либо по сбоку, так скажем, непрямой постановки. На ладошке, обращаем внимание. На ладошке. Ну, такое косое. Да, ну 90 было, да. Сделала прыжок. Ребята, и она получит оценку опять, не меньше. Она, конечно, сейчас будет первый результат у нее, безусловно. Безусловно, у нее будет первый результат. Да, там безо всяких. Чуть-чуть он погрязнее, безусловно, по сравнению с ее первой попыткой. Вот, особенно приземление. Да нет, да все прилично. Да нормально все. Очень прилично, очень прилично. Вот это будет заявка, конечно, на первое место. И сейчас будут все подрагивать, все следующие. 15-633. 15-33. Великолепный результат. Ну что же, да, да, да. Великолепный результат. Я ничего не хочу сказать. Здесь все отлично. Здесь все отлично. И понятно, что она как раз вот те самые восемь десятых и привозит своей... Сама себе. Потому что это личный результат. Своим всем преследователем, по крайней мере, пока. Да, да, да. Ну и Штайн Грубер. Да, Штайн Грубер. Красивая девушка. Ой, Джулия. Это Джулия. Швейцарка. Видите, какие прыгучие девчата собрались? Какие прыгучие. И вот уже которую мы наблюдаем. В Великобритании вышла девочка очень рослая. Ну и Штайн Грубер тоже высокая девчоночка. Для гимнастики не начинайте там улыбаться. Ну и прыжок 6,2 она, наверное, исполнила лучше всех. По крайней мере, пока. Очень хорошо выполнила. Очень хорошо выполнила. Тоже зарабатывает в актив себе. Замечательная оценка. Вот. Это вообще минус 0,3. Вот заметили в первой фазе у нее ноги врозь были, когда она пошла. Ноги врозь. И выход одной ногой. Сейчас режиссер немножечко... Нет, это на приземление. А вот здесь, вот ноги врозь. Это тоже ошибка. А в приземлении сейчас посмотрим, куда там. Немножко заступила. Мне кажется, правой ногой она вышла. Но я увидел, что вышла. Ну ладно, ладно. Сейчас посмотрим. Была сбавка, значит, я правильно увидел. Не было, значит, я не увидел. Нет. Ну, в общем, она, конечно, здесь получит хорошую оценку. Но вот то, что вы сказали, понимаете, это вот сугубо специфическая. На отходе ноги разведены. Да, за счет разведения ног это легче выполнять первую фазу. Да, вышла 0,1 и сбавочку дали. Да, фаза полета легче. И при этом, Лидия Гавриловна, ей за технику стоит 9,4. 15,5. 9,4. Ну, нет, сейчас только не отвлекайся вот на это все. 15,5 в актив пошло. Ну да. А то мы запутаем зрителей. Не запутаем. 15,5. И дальше идем. Ну, Штайн Грубер. Джулия. А вот какой второй прыжок? Красотка. У нее болезнь нечего. У нее полегче второй прыжок. Наверное, два винта и все. Конечно. Конечно. Опа! Колено. Полетело колено. Она прямой ногой воткнулась, к сожалению. Яй-яй-яй-яй. Досадно, очень досадно. Колено. Ну, какая волевая девочка. Не может встать. Ну, потому что она воткнулась и винист внутренний, она держит его. Да. Вы знаете, вот здесь мне прям... Очень жаль, сука, обидно. Ну, еще разочек посмотрим. Хоть мне не очень нравится это все. Повторы такие. Полтора винта и опа, нога ушла. Вот она прямой ногой, а ее тащила в поворот. И больно, безусловно. Честно сказать, даже не так больно, как безумно досадно. Конечно. Она уже выполнила элемент. Да. И раскрылась, и все в порядке. Бах, вот нога ушла. Значит, еще о чем это говорит. Она знала, она его подстраховывала, эту ножку. Она, наверное, уже когда-то побаливала у нее. Все это отсюда. Да, жалко очень, да. Джулия сошла с линии. Обидно. Сошла она не только, я не знаю, она у нас будет ли еще где, я не помню, в финалах. Но девочка очень такое украшение. Видите, какая у нее высокая, какой высокий отход во второй фазе. И вот эта прямой ножка, нельзя втыкаться никогда в предземление. Надо... Амортизировать. Амортизировать, амортизировать. Вон, как и больно тренеру даже, больно. Он-то тоже понимает, что это такое. Но не будем останавливаться на отрицательных моментах, хоть это печально очень. Ну, спорт, это допустимые риски, которые спортсмены на себя принимают. Ну, должна вас успокоить. Сейчас эту операцию мениска делают просто даже без разреза. Быстро и где-то на путь восстанавливается. Самое плохое, что до Олимпиады полгода. Да нет. И успеет, не успеет. Плохое, безусловно, плохое. Это тут хорошего никто не скажет. Но я хочу сказать, что она будет такая же по-прежнему красивая и прыгучая. Сейчас внимание, потому что... Улыбается кореянка. Ну, а что, она свое сделала. Она свое сделала. Теперь наша Маша. Сейчас Мария Пасека. Первая из представителей сборных команд России, которая попала в финал в отдельных видах. Прыжок трудный. Прыжок очень трудный. По технике исполнения, конечно, я думаю, что прихватит ее. Ну, чуть-чуть прихватит, да. Прихватит, прихватит. Сделала хорошо. Смотри, 6,4. На первую. Смотрите, на первую. Ножки. Видите, немножко разгулялись. Приземление близко к идеальному. В линию четко. На первой фазе вот здесь на отходе. А, 180. Да, 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 да. Чуть-чуть ее подраскидало. Но приземление хорошо. Так, я не комментирую. Мы смотрим результат. Все. Хорошо. Да, здесь вот отсюда хорошо видно. Что хорошо видно? Разведенные ноги, ведь говорили. Что еще может хорошо быть видно? Ну, ты должен, чтобы зрителю подсказать, что ты увидишь. У нас гимнастику смотрят специалисты, понимающие, что к чему. Нет, ты знаешь, есть люди, просто смотрят. Какие хорошие девчонки, какие умницы, какие. Это же совершенно замечательный вид спорта. В общем, на Олимпийских играх это судьбоносный вид. 15,633. Сейчас, Маша, надо сделать второй прыжок. Вот в такую же оценку. Да, и тогда будет хорошо. И все отлично. И все хорошо. Соберись, Маша. Просто соберись. Ты сделал уже очень сложный прыжок. Стой. Стой, стой, стой. Не бегай никуда. Отлично. Ну как? Ну хорошо, хорошо. Вы знаете, она все, она выполнена. Мне трудно сказать. Обойдет ли она кореянку? Сейчас вспомню, какая у нее была. А у нее средняя же 15,633. Можно, можно, смотря как тут сейчас сложится. Можно, можно. Сейчас как судья решат. Как судья сложат. Немножко вот она начала бежать. Ну, правда, сап притормозил. Молодец, Машенька. Молодец. Ждем оценки. Это судьба в руках судей сейчас. Вот это у нее хулиганское. Оп, молодец. Нет, все было неплохо. Тут хорошо. Тут хорошо. Да, по фазам. Умница, умница. Я рада за то, что... И, наконец-то, два прыжка. ...обладела этим прыжком вторым уже достаточно хорошо, уверена. Только не хватило, ну, точности приземления. Отлично. Все, мы вышли вперед, да? Да, на 33, на 33. Ну, называй сумму эту, слух, оценку. Вот она. 1566. Вот пришел праздник на нашу линию. 1566. И опять спасает нас Маша Посека вместе с Мариной Ульянкиной. Ну, еще дождемся Байлс. А вытаскивают название российская гимнастика на золотую медаль. Еще Байлс. Еще Байлс. А Байлс у нас, я забыла, что она еще есть у нас. Ну, эта курочка, она, не думаю, что она нам очень помешает. У нее 6.0 и 6.2. Ну, она лучше не прыгнет. Она, да, там. Там, вот, к сожалению, Лидия Гавриловна, то, что мы говорили, вот здесь нету просто массы толкаться нечем. Толкнется. Эти шнурки, они все умеют делать. Это... Вот как тебе. Вот и все. Но сразу по сравнению с теми девчонками высокорослыми, эта шпингалет, конечно, ей труднее все то, что сейчас сказала, толкнуться. Но она выкрутила, встала. Она, кстати, сделала-то очень хорошо. Да. Очень хорошо. Но сразу бы, вот как судья, сидящая сейчас на прыжках, она сразу для себя должна отметить фазу полета, конечно. Она прямо лаконя тут же и устроилась. Ну, да, прямо возле него вертится и, собственно, приземлилась. Сделала, вроде бы, не сделала. И ни высоту не развивает. Ну, да, вот, вот, вот она прямо с него толкается и крутится. Ну, конечно. Потому что еще мощи, мощи нет. Ну, она молодец. Пусть она прыгает, она нам не помешает. У нас только впереди... Байлс. Да, Байлс и еще индианка. Есть у нас. Представительница Индии? С каким-то невероятным прыжком. 7-0 и 6-0. 7-0. Ну-ка, посмотри. Три винта делают, что ли? Кар Макар. Кар Макар. Кар Макар, конечно, молодец, но... Ну, вот у него такая заявка. Я не знаю, на что она нам покажет. Три с половиной винта? Мы не видели с вами квалификации, поэтому мы вместе с вами сейчас открываем... Поэтому, поэтому, Лидия Гавриловна, я считаю, что показывать квалификацию необходимо. Конечно. На олимпиаде-то мы ее показываем? Мы всегда показываем. Потому что квалификация решает... Смотрите, какие задачи. Отбор в финал по команде, отбор в финал 24 по абсолютному беременству и отбор в отдельный вид. И все это в квалификации. И вот я сама сижу, как вот из леса вышедшая, думаю, что же эта девочка покажет или тот мальчик. Конечно, там самые заделы. Такие ответственные старты в квалификации, что переоценить их невозможно просто. Ну, давай, следующий какой-то нам прыжочек покажешь, Ян Ванг. Она его объявляет, между прочим, в 6,2. 6,2, ну винтовое какое еще. Опа. Ну, четыре точки. Нам много хотелось, но еще пока нечем. Высота. Не надо начинать плакать. Еще у тебя есть время. Сколько ей лет нарисовали? Там, наверное, 19. Лидия Гавриловна, не шутите так. Ну, сколько ей лет? 16. 16. 16, я поверю. Это 16 лет, это крайний возраст, который имеет право принимать участие на Олимпийских игры. Допуска, допуска, допуска. Да, да, да. Штайнгрубер у нас уже взрослая девушка. Перед ней прыгала. Штайнгрубер травмировалась еще. Ну, это уже ушла, да. Все, все. Ну, здесь не будем даже комментировать. Понятно, что тут завал, и он никого не интересует. Ну, и следующая будет, собственно, девушка, которая будет определять расстановку места во многом. Я не видел выступления индийской гимнастки, поэтому здесь... Никто не видел. Я из того же леса вышедший, что и вылет, Гавриловна. Хорошо, я так, может быть, образно выразилась, но это почти факт. Оп, ну да. Да нечем. Ей у него только одно желание, но нет мощи. Мощей пока, да. А 6,2 прыжочки хорошие. Я вот это могу, а я вот это могу. Когда спортсмен сходит в соревнования и наблюдает в первое время любые старты, думаешь, ой, я бы это лучше сделала. Это почти у каждого. Да? А ну ты-то уже сидишь на стуле, это гораздо легче, чем оказаться. Это все сложно. К сожалению, к сожалению. Ну, это даже не мучимся и не записывать. Ладно, да, четвертая позиция. Вопрос жизни Байлз и вот эта загадка из Индии. Потому что, вы знаете, я когда первый раз вот эту же представительницу Северной Кореи увидел на Олимпиаде, увидел, что она, какую базу она дает, я очень сильно удивился. Конечно. Так вот, я не знаю, может, наши индийские... Байлз, я четко знаю, что она может. Она может. Конечно. Нормально, прыжочек. Ну, нормально. Примерно в те же суммы. Слово нормально, правильно. Подскок этот дорогое, в смысле для сбавки. Ну, три десятка. Это такое, три десяток обязательно. Вот. Теперь вот они сейчас будут колдовать. Чего же мы прыгнем-то? Как нам сделать второй-то, чтобы по секу обойти? Ну, на 5,6 там или 5,8 тяжело. Ну, все-таки должно же нам улыбнуться ситуация, должна улыбнуться. Не, ну, Маша сейчас делает... Смотрите, как четко она делает эти вращения. Отошла. Раз, два, и пол. Поворота, и прыг-скок. Вот этот прыг-скок стоит. Хороший прыжок на метр. Но зато направление она не отклонилась от направления. Это правда. И фаза полета... Нет, и чисто она обращается. Надо говорить, что у нее лучшая фаза полета из всех, кто сейчас выполняет опланы. Да, да, согласна. Даже лучше, чем у кориенки, которая сама тоже прыгает. Будьте любезны. Да, да. Будьте любезны. 15,9. 15,9. 16 баллов. 16 баллов, да. Просто она безукоризм на вращение выполняет. Просто никуда не денешься от этого. Но у нее значительно дешевле второй прыжок. 5,6. Значит, два винта... Мне думается, ей будет тесно, и она потеряет равновесие в этом. Потому что для нее это слишком ерундовый прыжок. А, нет, она другой прыгала. И очень прилично. Правильно прыгала. И очень прилично. По исполнению, милые зрители. Вот они... Тут очень трудно в этой кухне разобраться. Но я просто так коротко скажу. Этот прыжок был по цене подешевле, полегче стал быть. Существенно. Исполнительского мастерства ей было достаточно для того, чтобы получить высокую оценку. Так, ну и сейчас... Придема, давай смотри, у тебя компьютер быстрее открывает. И чтобы хватит морщин за них нарабатывать. Ну да, простенький прыжок, хорошо исполненный. Ну хорошо исполненный, да. Так бы сказала я, максимум вышла из этого прыжка. Да, кстати, вот очень правильно мыслить, говорил он. То, что если ты делаешь простые прыжки, надо делать примерно вот... Техникой хорошей. Примерно вот так и никак иначе. Ничего не хочу сказать. Хорошо сделала. Оба прыжка хорошо сделала. Оба хорошо. Ну давай вторую оценку смотреть. У нее первая-то была... Да смотрел, мы смотрели. Сейчас вы же понимаете, что на суде-то давит, а? Все давит. Все давит. Слушай, ну тут еще и исполнение было. Опа-па-па-па-па-па-па. Посмотрите. Не достаточно 15... Нет, она не выиграла. Не выиграла? Она не выиграла. Так, что я поставила? Она третья. Она третья. Та же? Так, ну говори. 9,583 и 15,541 сумма. Она проиграла и Машу Посетки, и Кореянке. Прекрасно. И сейчас единственная, кто может нас оставить без, наверное, без золотого праздника, это представительница Индии. Да, это мы сейчас смотрим с вами. Темная лошадка. И я вместе с вами первый раз смотрю эту девицу. Дипа Кармакар. Вот она. Какая? Почему у нее нет вот это пятнышко между бровей? Ну, наверное, сразу бы можно решить индианка. Соревновать, и Саре нету. Да, ну Саре, это ладно, а вот это бы надо было ей сделать. Ее бы никто не перепутал. Ну, все. Трешку. Она делает трешку. Она села. Два с половиной. Трешку, в общем. Два с половиной сальто. Может, кто прыжок? Это у девочек, я вам должна сказать, первый раз. Нет, она не села, Дима. Она коснулась, помню. Ну, касание. Сколько? Ну, не больше. Касание я бы там в три десятых. Но еще за то, что глубоко присела еще. Ну, полбалла. Но шесть, сейчас скажу, он стоит-то сколько? Семибальный. Семь балл. Так что она у нее сейчас будет, эта оценка неплохая. А второе, она прыгает, видно, какой-то контрольный шестибальный прыжочек. Ну, да. И пока, собственно, посмотрите. Ну, посмотрите, за что она взялась-то. И сколько лет, видимо, Ля? Ей двадцать два. А, взрослая девушка. Взрослая-взрослая. А тут маленький прыжок, не прыгнуть, нечем. Ну, конечно, масса должна быть. А, нет. Ну, глубокий сед. Здесь, кажется, села. Глубокий сед. А вот в боковой ситуации, кажется, только коснулась. Раз. Два. Три. И раскрывайся. Бумс. Сидим, сидим здесь. Нормальная сбавка. Нет, сидит на пятках, но не на матчах. Нормальная сбавка. Ну, что, можно поздравлять Машу, наверное, да? Я думаю. Подожди, давай уж дождемся этой оценки. Как-то, понимаешь, сбоку мы еще раз посмотрели. Сбоку не так было видно, честное слово. Мне показалось, что она на собственной пяточке. Пятнадцать три. Сколько-сколько? Пятнадцать три. Пятнадцать три. Ну, это уже от пройди. Это уже она проиграла. Вот теперь все. Сейчас она второй-то, я надеюсь. Даже если она выполнит, она не догонит нашу Машу. Ну, какой там должен быть прыжок, чтобы она в тройку влезла? Ну, шестебальный он у нее прыжок. Ей надо прыгнуть на шестнадцать половин где-нибудь. Это недостаточно. Нет, она все, мы уже с вами можем выдохнуть. Не-не-не, затанцевала. Так, все, мы закончили на нее смотреть. Но все-таки она не села. И пятнадцать три она бы при посадке долгубал целый сбавили. А ей поставили оценку пятнадцать и три. Значит, засчитали как касание и глубокое председание. Потому что мы потом с вами в другой плоскости верили. И она в этот пух, казалось, мат-то немножко погибается. Наверное, шут бы с ней, поскольку Мария Пасека становится чемпионкой мира. Да, вот с этим мы очень согласны. И еще раз от души поздравляем исключительно Машу Пасеку. Ее тренеров это Марию и Валерию Ульянкиных. И вместе с ними Савосину. И вооруженные силами, которыми руководил долгие-долгие десятилетия Валерий Панайотович Гердемиледи. Я думаю, он сейчас не отрывается от эфира, то есть от телевизора и смотрит внимательно. Всех вас поздравляю. И прежде всего российскую гимнастику с приобретением золотой медали. Вы знаете, а я прежде всего поздравляю Машу, потому что очень долго у нее не было второго прыжка. Очень долго она не... И здесь пи-здесь нарабатывала, нарабатывала, и сейчас она обыграла не кого-нибудь, а действующую чемпионку мира с программой, идентичной той, у которой была эта чемпионка мира. Согласна, и я с этого и начал, что конкретно Маше молодец. Это все-таки тоже работа. Два прыжка сделать, подобных два прыжка, она до конца еще сама не верит. Маша молодец. Нет, она хорошо верит, Дима. Она верит, потому что такое было вообще до этого. Прошло четыре разыгрывания медалей, и мы пока не имели ни одной, да? И она первая открывает актив такой, золотая медаль в руках российской области. И титул чемпионки мира. И титул чемпионки мира. И сейчас уже к титулу бронзовый призер Олимпийских игр добавляется очень весомое. И главное, этот самый вес, этот аккурат перед Олимпиадой. Доработать чуть-чуть, довестись. Первая, вторая Корея, и третья... И третья Соединенные Штаты Америки. Симона Байл здесь сейчас. Ну, Симону еще будут отдельные виды, поэтому здесь мне за нее переживать. Да и мой за нее вообще не очень. Вот, так что, Мария, молодец. Молодец. И сборную команду России. Вот сейчас я на эту табличку буду смотреть с превеликим удовольствием. Потому что на первом месте находится Мария Пасиков под российским флажком. А вы посмотрите, 33 тысячи сотых она только отыграла. Это, как говорится, ноздря в ноздрю. И Симона дальше проигрывает даже вообще очень плотно эти три оценки, очень плотно. Следующий уже отвал сразу, 14. Это уже для одного снаряда очень большая. Вот эти три девчонки, которые впереди устроились, они друг другу еще нервы помотали. Конечно. И на Олимпиаде в очередной раз... Посмотрите, какая абсолютность держания ног. Они понимают, что этим надо отрабатывать высокую оценку. Я думаю, вы знаете, Лидия Гавриловна, Байлз прекрасно понимает, что сейчас ей надо добавлять трудности, а возможности у нее совершенно бешеные. Да, конечно. И добавив эту трудность, она наша... Дима, ты до этого даже не волнуйся. Ой, проблем подбросишь. Они прибавят и легко это прибавят. Северокорейка, посмотрите, я видел, какая она выходила замотанная на Олимпийских играх и как она отработала сейчас. И сейчас она отработала лучше. И какого спортсмена обыграла Маша. Да, и вот Маша. Какого спортсмена обыграла Маша. Потому что у корейцев, у северокорейцев это два вида. Она все-таки у нас везучая девочка. Я ее поздравляю, у нее очень приятная семья. Конечно, все за нее болели. Все, все, все. И еще раз хочется ей сказать спасибо, что она поддержала авторитет российской гимнастики. Тем более, да. Это врач сборной команды, там, кто прижался к ней, Тимонькин. Это, к сожалению, я меньше знаю. Но это не ее личный тренинг. И тем более, да. Тем более, вот эта черно-траверная ленточка. Вы нас простите, дорогие друзья, просто сегодня немножко не до радости. Мы искренне рады за Машу. Но то, что произошло сегодня, как-то для оптимизма, мягко говоря, добавлено. Мало, да. Это трагедия. Серьезнейшая, тяжелейшая, да. Ну, закончился второй вид. Сейчас перейдем мы к мужскому снаряду. Это конь Махи. На коне Махи наших точка нет. Ну, ничего, будем смотреть. Ну, давайте посмотрим. Давайте расскажем, что было в квалификации, может быть, на коне Махи. Ну, на коне Махи у нас будет также восемь лучших исполнителей. И среди них. Ну-ка, я еще не считала даже. А Берки-то в финале не будет. А его нет тоже, Берки. Он третьим резервом стоит. Да, вот видите, вот этот суперисполнитель. Олимпийский чемпион. Да, олимпийский чемпион, венгер Христиан Берки. Только устроился третьим резервом. Стало быть, его обошли уже за этот период гимнастической жизни. И ему даже места не оказалось в восьмерке лучше. Но зато здесь будет представитель Армении, прекрасно, Украины, Америки, Японии. Это все неудивительно. Гранд-Британия. Неудивительно. Венгер, но другой парень будет. И Хорватия. Вот и все. Очень интересные ребята соберутся на коне Махи. Снаряд тоже каверзный. Он такой выматывает в нервном отношении очень сильно спортсмена, потому что упражнение длинное, трудное. И там, если допускается какая-то маленькая ошибка, вот так по сбивке темпа, то она сразу влечет за собой практически падение. Уже почти невозможно себя выправить и продлить упражнением. Продолжить. А, сейчас у нас почему-то такая пауза. Это церемония награждения. Значит, за упражнения у мужчин вольные и у девочек прыжок. Сейчас наградят победителей. Мы с вами должны это просмотреть, потому что золотая медаль здесь. Именно в этой церемонии, которую заслужила Мария Пасека. Была бронзовый призер она на Олимпиаде в Лондоне, а сейчас она золотая. Вот это, как бы я сказал, совершенно правильное направление, что она за это прибавила. Как только спортсмен прибавляет, так он себя утверждает в большой жизни. Это члены Международной Федерации Гимнастики. Как-то одинаково так скромно встали. Это стало бы, хотя бы, он награджает победителей у мужчин на вольных упражнениях. ФИГ Атлеты Комиссионного президента Яни Танцкаден. Вот представляют их. Мембрер комитет технических маскилинг Федерации Интернациональной Гимнастик. ФИГ Мэнс Технический комитет мембер Ортро Мицкевич. Мицкевич, да. Тоже бывшие гимнасты. Ну, они не такого высокого ранга. Но, как бы, все это происходит голосованием, отбираются на конгрессах. Ой, как он уже тоже. Тоже постарел неприлично так сказать. Ну, во всяком случае, очень. Весьма повзрослел. Ну, вот. Сантана. Испания. Это третий результат. Сейчас, наверное, пригласят представителей Великобритании Витлок. Да-да-да, она самая. И, по традиции, сначала первое представление идет на языке от сооснователя Олимпийского движения, барона Пьера Декувертон, на французском, наверное, в виду. Сначала даже в Великобритании представляют на французском. Обратите внимание, пожалуйста, мне первый раз, я вижу, они как бы из подземелья победители выходят. Их не выстрелили сразу на помосте. Называется имя, и он начинает подниматься вверх по лестнице, где-то, я бы сказала, из полуподвала. Но вот такая униформа. Вы знаете, весь вот этот экран, который у них очень сильно играет, очень хорошо задействован, вообще могу сказать, по показу здесь... Очень хорошо. Хорошо делают. Молодцы, да. Гимнастику всегда очень сложно показывать, но они, по-моему, справляются. Ну, иногда, Дима, ты возмущался, то ноги обрезали, то голову, но это не так смертельно. Это, вы знаете, это вот люди, которые гонятся за какими-то сверхкрасивостями, они ровно на этом и горят. Вот здесь посмотрите, как работает монета. Смотрите, вылезай. А, выходит, Кенза, Сирои. И учитесь у Сирои Кенза, как надо выступать на вольных упражнениях. И, друзья, потому что это сейчас, это молодому человеку, 19-летнему, до которого... Пока не догоняем. До которого, да, абсолютно верно, Лидия Гавриевна, до которого сейчас с его программой, с его трудностью, в 19-летнему, дотянуться не может, я думаю, не сможет. Уже в этом олимпийском цикле никто. Единственный на его конкурент, к сожалению, упал в квалификации. Единственный. Единственный, кто с ним способен бороться на равных, я подчеркну. Потому что все остальные до него не достают. Ему может помешать наш облязин, если поумнеет, и все будет в порядке. И собственная нервная система может помешать. Хотя японцы довольно устойчивые народы. Хотя, хотя в команде уж кто-кто, Кахея Учимура, упавший с перекладины в самый нужный момент, и едва не отдавший, в буквальном смысле, команде Великобритании... Вот хорошо, ты вспомнил, это Учимура многоборец, да? Вы обратите внимание на эту деталь. Упал, это значит, во время выступления в многоборье он потерял самое большое количество баллов падения. И он с таким преимуществом, значит, над всеми другими, что все равно остался первым. В команде, это в команде было, Лиди Гавриловна. А вчера он не упал разве? С перекладины не падал. Он не с перекладины, а он где-то оступился. Нет, что-то не припомню. Ну, что-то была у него какая-то, я сейчас не хочу заглядывать. Я как раз для себя это отмечала. Он запас очень хороший. Ну и гимн Япония. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Какая оригинальная медаль. Да, они красиво сделали. Красиво сделали, и красиво она получилась. Все, в общем, здорово. И букет, обратили внимание, с национальными цветами, с чертополохом, с шотландским этим колоритом. Вполне себе. Это фотосессия традиционная. И как же приятно, что в следующей этой фотосессии будет принимать участие Маша Пасека. Маша, умница. Мы говорили о том, что надо прибавлять, надо прибавлять. Маша прибавила. За то время, которое прошло, прибавила. В опорном прыжке, да, бронзовый призер олимпийских игр, но с того момента много времени прошло. И вот сейчас, перед следующей олимпиадой на чемпионате мира, она эту медаль завоевывает. Ну, это о многом говорит, на мой взгляд. Да, конечно. Ну, я просто соглашаюсь, я слушаю и смотрю на этого Сераи, я просто восхищена. Как же так он, такие возможности человеческие? Ну, во-первых, исходные данные, которых там хватает. Ну, он казался бы так особенно, не как вот кубинец, например, нас покорил своей и внешней формой, статусом. Американец, вам еще очень понравился. Американец тоже был крупный такой гренадерчик. А этот обыкновенный там штрих какой-то не очень мощный, не очень... Вот вы понимаете, что такое, хотя, Лид Гавриловна... Хорошо обучено. Да нет, я сейчас немножко... И это все, вас говорит сейчас и тренер, и специалист. Да, да. Я немножко про другое. Может быть, это парадоксально, но вот посмотрите, насколько в команде, когда есть спортсмен уровня Учмуры, как в его тени вырастают вот такие побеги. Когда есть за кем тянуться, когда у тебя в команде, как было вот у Алексеевна, находится великий. Япония почти никогда не теряла традицию. У него всегда были мощные лидеры, и поэтому она всегда в лидерах сама. А когда у тебя в команде находится реально великий шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион... Это подтягивает следующую очередь. Естественно, остальные на него смотрят и говорят то, что я хочу быть таким, как он. Я хочу быть таким, как он, и когда-нибудь я его превзойду. Это очень мощный стимул. И поэтому появляются такие Кензи Сирайи, которые в 19 лет уже Учимуру подпирают снаряды. И говорят, уважаемый, ты это, как бы смотри, назад-то оглядывайся, мы уже тут, мы готовы, мы готовы тебя поменять. Это стимул и для Учимура, и для этих молодых волчат, которые подросли. Конечно, конечно. Это блестящая работа, в том числе и блестящая селекция тренингская. И плюс, извините, трудолюбие и данные, которые были развиты тренерским составом в превосходной степени. Он не сможет четыре винта прыгать, если он не будет работать. Так не бывает. Конечно. Как вот то, что мы с вами, Лидия Гавриловна, успели пообсуждать на тему тройного сальта, бросаются, но не делают. Да, но... То есть кто-то в состоянии его выполнить, но простите, чтобы наработать. Мне кажется, это еще и регламент немножко виноват в этом, что он не поддерживает развитие. Не бонифицирует такой элемент. То есть надо как-то для того, чтобы получил развитие то или другое направление, вот тройное сальто, надо немножко поощрить в таблице сбавочный такой. Конечно. Потому что... Очень трудно его сделать безошибочно. И, конечно, нырять на него и на нем же терять много, просто прямого смысла нет. Конечно. Не получается. Это длинная диагональ, это сложное приземление. Все, да. Это сальтовый элемент, не самый простой. Серое дело, безусловно, блестящая абсолютно. У него и комбинация, и вот четыре винта, которые он ставит заключительный в грамму. Да. Это блестящий элемент, я ничего не хочу сказать, это супер, это по сложности, наверное, как та самая трешка. То, что четыре, ну, это как, я не знаю, сравнивать с четырьмя сальтами, конечно, нельзя. Это невозможно. Но по обучению, по обучению это очень сложно. Все одинаково сложно, да. И единица способна это исполнить, но трешку, я видел, ребята прыгают уже, и это давно не новый элемент. И шпит позволяет такие вещи толкать. Конечно. То есть на пружинах иди трешку прыгни, давай. То есть на тройной сальто, я помню, на акробатической дорожке, на акробатической дорожке, те, кто делали тройной сальто еще там в году 98-м, в 99-м это была элита элита. Нет, нет, тройной сальто выполняют в тренировочных процессах очень немало. Но, я еще раз говорю, он настолько несет за собой риск приземления, что в приобретении большой ошибки, что не имеет смысла включать в состав свою программу. Ну, а теперь давайте порадуемся. Женщины. Давайте все-таки порадуемся. Сдержанно, но, тем не менее, совершенно искренне за Марию Пасеку, поскольку здесь хочу сказать, что это, конечно, да, на фоне того, что мы наблюдали предыдущие 4 дня, это от рада глаз моих. Безо всяких абсолютно, потому что Маша человек такой молчаливый, прямо скажем. И сейчас вышла, наверное, предельно собранная, и улыбка на представлении, когда их представляли на опорный прыжок, была, может быть, даже немножко вымученная, поскольку она прекрасно понимала и общее состояние сейчас с известными событиями, никакого оптимизма к этому не добавляет. И, в принципе, то выступление, которое пока далекое от идеального, вот какие-то разговоры не самого приятного толка, которые уже пошли, в том числе в социальных сетях, все это создает такой климат, который не добавляет. Опять себе, да. Не добавляет уж никаким образом. И на всем этом фоне присутствует у тебя очень серьезная соперница, присутствует американка, выигравшая у тебя на крополях квалификация. Представитель техкома. Это уже очень такие с опытом, с большим стажем, члены Международной Федерации Бюнастики. Ну вот они будут награждать победителей. Сейчас начнем с третьего места. И вот этого можно ждать, я не знаю, вот это я готов смотреть сколько угодно. Просто церемонию награждения к кольцу, и мы смотрим и радуемся. Симон Байлз. Вот, пожалуйста, хорош амина при плохой игре. Понятно, что здесь, если мы берем американскую женскую гимнастику, у них очень хорошая традиция не ездить ни за какими местами, они ездят выигрывать. И для них любое место, кроме первого, не является глобальной удачей. Это правда, честное слово. Там вполне себе и селекция, и все под это подточено. Вы едете выигрывать. Им-то внушают с первого момента появление в зале, в который тебя допустили, где национальная команда тренируется. Все для этого в том числе и делается. Вот представительница Северной Кореи, это другая сторона современной спортивной гимнастики, показывающая, что можно, что называется, втачиваться в два вида, то есть мужской опорный прыжок и женский опорный прыжок, и достигать при этом высот. Они когда выиграли предыдущий срок, оба. Оба. Да. Причем они оба выиграли с такой программой, с такой программой, до которой дотянуться было просто некому, нечем. Все смотрели, рот открыв. Они тем самым и следующих подтолкнули, им показав. Вот видите, сегодня уже другой сервер. И вот прошел... Уже она только вторая. И вот, да, и вот прошел год. Вот прошел год, вот прошел тренировочный цикл, и сейчас мы с гордостью, дорогие друзья, с гордостью и бескрайним уважением. Здесь я с большой радостью. И с большой радостью в том числе. Представляем ту девушку, которую вы и так прекрасно знаете. Мария Пасека. Мария Пасека, чемпионка мира, предолимпийского мира. Разорнушка. Тоже хулиганила долго очень. Никак серьезно не бралась после Олимпиады. А вот сейчас третья уже подросла, как говорится, поумнела по-хорошему. Вот и с титулом чемпионки мира будет покидать эту красивую Шотландию. И радоваться с нами, и радовать нас. И радоваться, безусловно. Безусловно радоваться. И не воображай, пожалуйста, ты что завиляла хвостиком. Молодец, Машенька, еще раз тебя. И не раз, много-много, и тысячу раз поздравляем и радуемся безумно. Просто я, например, радуюсь тому, что в российской гимнастике появилась золотая медаль. Это замечательно. Я радуюсь и тому, о чем вы сказали, Лидия Гавриловна, и я радуюсь лично за Машу, потому что вот этот титул бронзовый призер Олимпийских игр, он к ней как приклеился, так с ней все никак не слезал. А сейчас, пожалуйста, все. Вот чемпионка мира, никто ничего не скажет. Чемпионка мира, вот, и все. И все разговоры, да, и все разговоры можно заканчивать. Молодец, молодец. Вот, умница, и спасибо большое, потому что Ренамес спортивной гимнастики, если мы говорим о текущем моменте, о текущем чемпионате мира, поддержал один человек, это Анна. Пока. Еще у нас впереди брусья. Пока еще впереди брусья, абсолютно верно. Еще впереди опорный мужской. И поэтому гимн Российской Федерации в честь Марии Посеки. Ladies and gentlemen, the National Anthem of the Russian Federation. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поздравляем. Спасибо, Маша. Все-таки приятно. Спасибо тебе большое. Когда звучит твой гимн, и весь зал стоит. Это замечательно. Я смотрела на Машу и сама вместе с ней переживала. И смотрела, выдержит она или не выдержит. Это все-таки девичьи слезы покатились. От счастья, от гордости, от радости. Молодец, Машенька. Дай бог тебе и следующих успехов. Дай бог все получилось. Сейчас, дай бог, все получится на Олимпийских играх, чтобы срослось. Но, вы знаете, вот правильно я вспоминаю, Ирина Винер, они скачали уже на фотосессию, но им дали команду другую. Сначала по одному, да. Да-да, вот так. Не мешайте, мол, чемпионке быть гордым одиночеством, а потом примыкайте всякие разные. Вторые, третьи, двадцать пятые. Вот, молодец. Машенька, она симпатичная, да невозможная. Она красивая. Хорошая девчонка, да. И рядом с ней как раз стали совершенно обратные лица. Ну и вот, пожалуйста, форменные интернационалы дружбы народа. Вот эти вот все кадры пройдут, все спортивные издания. Все спортивные агентства, издания, телевизионные трансляции. Сейчас, безусловно, это все будет показано. И порадуемся еще раз, и порадуемся, и посмотрим дальше. Потому что сегодня самый, что ни на есть, повод для оптимизма у нас присутствовал. Маша сделала, конечно, но это рывок. Это рывок, я ничего не хочу сказать, это рывок очень-очень серьезный. А еще брусья. А еще брусья, но они не прямо сейчас. Женские у меня были разновесокие брусья. Нет, сейчас начало будет паньмахи. Да, мужской снаряд. А потом брусья, церемония очевидная. А может быть, они три снаряда сделают в церемонии. Ну, кстати, да, сейчас. Потому что могут еще завершить кольцами мужскими и уже награждение тогда. Нас там будут разбирать потихонечку подиум, чтобы он не маячил. Ну и вот этот отчет, по совести сказать, мне не очень нравится. Я сейчас объясню, почему мне не очень нравится. Я искренне надеюсь, что это не каундаун, не отчет до начала следующего вида. Потому что 15 минут сидят на этом плане. Прошу прощения, но хотелось бы тогда хоть что-то увидеть, что организаторы представляют, если у них такие провисы. Полный зал. Некоторый перерыв, да, будет сейчас? Ну, это мои предположения. У меня телевизионной грязи местной нету. Но очень похоже, что... Ну, давайте тогда порассуждаем. Я вот так вот... Мы сейчас искренне все порадовались за победу Маши Посеки. А с другой стороны, вот невольно сидишь и думаешь, на Олимпийских вырвать эту победу будет очень сложно. Потому что слишком небольшой разрыв. Понимаешь, вот эти все три, как бы мы сказали, в жизни рабочие на пятках прям сидят. Они даже не отошли чуть-чуть подальше. И, как говорится, почти равные возможности будет все зависеть только от суперточности исполнения того или другого прыжка. Я это к тому говорю, что, Маше, не на еточку расслабляться нельзя. И надо только шлифовать и шлифовать свои прыжки. Ну, и сейчас та самая дорога в Рио. И мы еще раз, кстати, отметим то, что сегодня те, кто попали в финалы, я имею в виду команды прежде всего, это те команды, которые получили Олимпийку, так называемую, лицензию. Лицензию на то, чтобы выступать. Все остальные, и те, кто в финал не попали, будут еще туда прорываться. Да, вот пока от этого чемпионата мира прошло без следующих всяких напряжений. Восемь команд, это восемь команд, занявших первые восемь мест. Мы с вами их видели, они разыгрывали между собой абсолютное преимущество. А все следующие будут еще иметь дополнительные тесты, будут дополнительные соревнования, которые объявит Международная Федерация Гимнастики. И они еще раз поборются там за возможность оказаться на Олимпиаде. Выступление на Канимахе. Начинаю там потихонечку заявлять. И вот, пожалуйста, просим любить и жаловать тех, кто в квалификации все-таки прорвались. Представители Армении. Хручун. Мердиньян. Мердиньян. Опять-таки, представители армянской гимнастики. Не часто они гости на крупных финалах, серьезных финалах. Но они присутствуют. Причем мне почему-то, если говорим об армянской гимнастике, вспоминается, что-то крыльцевики прежде всего. Там было кому. Олег Верняев. Человек, у которого не получился финал в многоборье. Олега преследовали неудачи. И здесь такое ощущение, что только разбудили. Он такой немножко мятый вышел. Да, но он все равно остается очень сильным. Все равно с него не занимается. У него семибальная трудность. Трудность выше, чем у него, была только у Макса Уитлока. Если мы говорим о упражнении в Канемахе. Но Уитлок там, в общем, в квалификации, был всего-навсего шестой. Видимо, где-то с техникой намудрил. Там есть еще Луис Смит, если мы говорим о британцах. Ну и Александр Недор. Представитель команды Соединенных Штатов. Которого нам аккурат сейчас и представляют. Еще один старый знакомец. Каневик. В Нанине, каким он у нас был на чемпионате мира. Давайте посмотрим. В квалификации, да, второй все правильно. И шестой в итоге. А в команде они тогда стали ТТТ третьими. Так. Японцы, ну конечно. Ну конечно. Кая Казума, у которого, опять-таки, день многоборья. Получился, ну такой, серединка наполовинку. Не сказать, какой-то блестящий, но удался. Хотя, по трудности, ну 6,8. Ну, в общем, крайне средно. Здесь, я думаю, что меньше 6,8 будет только у Зелегмана. На 6,6. И у Витда Хидвиги. Венгра, второго Венгра. Ах, как же жаль. Вот, на самом деле, смотрю. И очень обидно, что это Венгра. В Берке, да? Он был бы здесь, конечно, ухорошен. Вне всякого сомнения. И Луис Смит. Вот он как раз, главный, наверное, претендент на медаль. Поскольку это серебро Олимпийских игр в Лондоне. Это уже гимнаст с именем. Это гимнаст, много чего добившийся. И это, безусловно, коневик. Профильный коневик, который здесь будет бороться за золото. В отсутствие Берке. Чем Берке не шутит, не исключая и первого места. Запросто. А поддерживать не попавшего в финал Берке будет аккурат вид Хидвиги. Трудность бы была, как у Берке. Цены бы не было никакой. Берке, кстати, обратите внимание. В квалификации, я уж не знаю, что там произошло, поскольку не видел. Но судя по тому, что падения не было у Берки, оценка вполне приличная, он просто не всю свою трудность выложил. А 6-3 сделал. В квалифинал не попал. Да-да-да. Роберт Зелегман, представитель Хорватии. Давно и плотно мы его с вами уже даже не помню, сколько наблюдаем. 29 лет, ему почти под 30. Он у нас майский. Ну, возрастной гимнаст уже. Естественно, он будет максимально себя сохранять до Олимпиады. Это логично. Он и правильно. Ну, и теперь начинается этот очень неприятный снаряд, да, и открывает его. Очень приятный, очень симпатичный мастер высокого класса Уитлок, Великобритания. Макс Уитлок, бронзовый призер Олимпийских игр. Британцы, вот они сделали это, то есть вообразную ставку на коня Майхи тогда. Мы это в Лондоне помним, мы это видели. Это что, извините, Дима? Это представление по одному. Просто, да, подставили последнего. И сейчас туда аккуратно отбуксируют. Вот этот конь. Сейчас тоже будут ручки здесь щупать, проверять, как они надежно ли. Начинает Мирлинян, это представитель Армении, что очень приятно. И я бы сказала, ну, армянскую гимнастику мы знаем довольно хорошо. Особенно в те периоды, когда... Когда была советская часть, и там такие мощные, громкие имена Альберта Азаряна и Гранта Шагиняна, а потом сын Азаряна продолжал эту традицию высокой гимнастики. Потом некоторая была тишина, так скажем. И приятно вновь возрождение. И вот мы сейчас видим, как Мирлинян начнет упражнение на коне Майхи. Харутян Мирлинян. Он был второй в квалификации и безусловно... Второй в квалификации. Трудность у него такая, как бы сказать, мастерская. 6,7. 6,7. Но здесь вот все абсолютно работают в трудности в пределах семерки, кроме двух людей. Это Уитлок 7,2 и это Верняев 7. Ну, это уже супер. Все, что за 7, это что-то уже такое... Сверх. Сверх, да-да. Ну, смотрим на... и болеем за него. Ну, посмотрите, у него техническая оценка была как бы не самая высокая. Он почти 8,8 получил. Ну, это понятно, что не так легко техническую оценку получить. Ну, прорвался финал. Уже говорит о многом. Вот оно уже в скрещении выполнено. Круги двумя, на ручке. Слушайте, слушайте, переступание вестей. Владимир, держись, держись, держись. Молодец! Держись. Прогиба на саду два. Красиво прошел эту среднюю часть своей программы. Эффектно. Это же еще раз. Бавить композиционно все это звучит. Боже, сколько же тебе надо их намотать, этих кругов двумя. На теле коня прогулочкой, проход вперед. Вы замечаете, он там то одной рукой на том, то на ручке, то на теле, то двумя на ручках. Как они не путаются, эти бойчишки. Просто чудно сделают. Великолепная работа. Дальше пусть они там выискивают всякие ошибочки, но то, что требовалось от него, он просто умница. Еще раз хочется мне назвать его Харутян Мердинян. Харутян Мердинян. Финалист упражнений на коне, финалист чемпионата мира. Молодец. Дима, и сколько ему лет? 31 год. Он возрастной у нас уже. Совсем взрослый мальчик. Это очень возрастной гимнаст уже, умница и прекрасно отработал. Дима, извини, я знаю, что сейчас Альберт Азарян, конечно, сидит и переживает за него. К сожалению, я недавно имела возможность быть в Ереване, и нечаянно мы с ним там не встретились. Я страшно расстроена была, что я не увидела Альберта, ну по разным причинам. Но, конечно, он переживает за гимнастику. Это первое, а уж за армянскую ты гимнастику сам Бог пилел. Артур, это Альбертик. Я тебя поздравляю, у тебя хороший есть мальчик. Мальчик, ну, мужчина. Ну, пусть мужчина. Ну, для меня они все мальчики. Так, хороший парень, да, хороший. Посмотрел на работу, на самом деле. Вот мне нравится, когда режиссер вот такие вещи. И не наступи ни на какой пальчик. Ты можешь представить, тут можно заблудиться, как в лесу. Нет, ведь не путают. Это какой тренаж? Какая большая тренировка должна быть? Тренировка и какая дисциплина? Я вам скажу, они не смотрят за глазами. Они не видят, что у них там под ним творится. И вот он так все это логично ставит аккуратно, правильно. Вот так. Я с тобой разделяю эту радость абсолютно. Ну, ждем оценку. Молодец, молодец. Все бы хорошо, но как же обидно, что он первый. Да, это еще для него, конечно, обидно, потому что отработав так где-то туда пониже, он бы определенно получил оценку выше. Трудность 6,7 и за технику. 15,5. Молодец. Прекрасный результат. Молодец. Вы знаете, что, ну, это понятно, что он здорово сработал, но от этого и следующие могут начать дрожать. Ну, не Олег Верняев. Олег тоже мастер высокого класса. Олег Верняев Украина. У него еще более сложная программа. Ну, и он, естественно, более титулованный, это даже слабо сказано, это просто элитный гимнаст, которого знает уже весь мир. Вот она, школа видна. Класс виден сразу, и это никуда не уберешь. А он многоборец. Он только вчера отпахал все шесть снарядов. Отлично. Какой переход, а? Это какая чистота в ногах. Он даже не позволяет себе не только коленочки расслабить. Носки как сложил балерина, так и держит их вообще. Осанка, ну, все при нем. Круги на одной ручке. Ой-ой-ой. И долгота программы сейчас, смотрите, это же, я могу представить, как за него сейчас болеют все. И думаю, ой-ой, держись, держись, держись. Вот эти гадости, когда чуть-чуть спотыкается темп, это очень опасно. Очень опасно. Он коленочкой там обвязал, тело коня. Держись. Опа-опа, держи опять себя. Молодец. Просто молодец. Была маленькая ошибка. Ну, такая, я хочу сказать, маленькая ошибка, ту, которую я заметила. И я судья все-таки женской части, естественно. Но вот так зрительно, эффектно, технично, классно. Ну, супер. И трудность-то у него не какая-нибудь, а сделал он ее играючи. Трудность у него была прекрасная. Прекрасная трудность. И сейчас вот ту программу, которую он вел до момента, пока чуть-чуть. Да, чуть-чуть было безогоним. Вот здесь. Вот немножко у него как-то, ну, не та часть немножко, но ножка дрыгнула где-то, я заметила. Вот. Ну, ждем. Я уверена, что оценка будет замечательная. Обгонит, как вы считаете, армянского спортсмена? Ну, немножко обгонит. Он и должен обогнать, если честно. Все-таки он еще больше рисковал. У Меридиняна была трудность 6,7, а у Олега Верняева 7 баллов. А я уже объясняла, что каждый следующий, вот та десятый, очень рискованный. Сейчас мы и посмотрим. Сейчас посмотрим, потому что... Ну, вот эту ошибочку, да? Ошибочка, да. Она может сменировать. Ошибочка ему может дорого стоить сейчас. Ну, Ганя, ну, посмотрим. Все. Получает где-то 8,6 получается. 8,6. 8,566. Здесь идет, и вон, все напряжения. Сегодня чисто личные соревнования. Сегодня борется каждый сам за себя. Ну, естественно, под спудом, где-то там, за страну свою. Конечно, флаг-то, то есть еще свой. Флаг и гимн-то играть хочется, чтобы весь зал стал, как это сделала Маша. Красавка вышла на пьедестал, на первую ступеньку. И пригласила всех, постойте, пока поиграет наш... Ну, вот он, пожалуйста, за технику. Вот, все-таки ошибка была, наверное, не такая, чуть-чуть, как мне показалось. 15,266, и он уступает пока Армении. Да, и уступать-то прилично получилось. Да, да. Ну, значит, эта ошибка была серьезная. Я еще раз повторяю, я не мужской судья. Александр Найдорф. Но ошибку я увидела сразу, да. Разумеется. И запереживала, что он как бы не нырнул. Так, теперь у нас кто подошел? Александр Найдорф, представитель команды Соединенных Штатов Америки. Ну, посмотрим. Давайте глянем. И вот уже сравниваю сразу. Ну, как не отглаженный по сравнению с Олегом. Хоть тоже наверняка специалист, потому что он бы не попал сюда. И смотрите, какая мощь. И смотрите, какая высокая посадка. Ух ты, как он хорошо пошел. Я его хотел обидеть, а он его тоже немножко стригнул ножками. Но ничего, справляется, темп не сбавляет. Вы посмотрите. Да, как перемышмиги такие. Так, немножко, вот они ножки уже подгуливают. Ну, тяжело, тяжело. Это очень тяжело. Это свое тело все сохранять в равновесии, чтобы не дотрагиться до этого коня, который скидывает элементарно. Молодец. Молодец. Он сейчас может превзойти, опять обойти Верняева может. Потому что у него трудность 6,8. Это достаточно высокая трудность. А вот обойдет ли он армянина. Знаете, мне кажется, нет. Две ошибки, ну, такие. Ну, не такие ошибки. Ну, какие у Верняева были, в общем. Нет, у Верняева чуть было больше. Он там коснулся тела. А этот расслаблял ножки только. То есть раз и два. Но держал, но держал. Посмотрим, ребятки. Посмотрим. Опять же, очень интересная идет финальная борьба на этом. Вот, видишь, он только терял положение ног, но не касался тела коня. А у Верняева была такая погрубее ошибка. Ну, я, честно говоря, не знаю сейчас. Ладно, ладно, смотрим, смотрим. Мердин он не должен. Предлагаю. Но я вместе с вами рассуждаю, точно так же смотрю. Ну, сейчас, да. И там сейчас у судьи очень непростая задача. Но программа-то у него все-таки хорошая была. Да, конечно, 6,8. Это гроссмейстерская программа. Вот они. Причем 8 человек отобрали. Вот эта столичная часть была очень неплоха. А вы знаете, что в финале здесь работающий, самая маленькая трудность это 6,6. А вот даже у Чимура, который находится в резерве, ну, как бы, в девятом, да, у него резко 6,2. Я, вы знаете, я не понял, каким образом Беркель взял и поставил в квалификацию на 6,3. Ну, значит, сорвался. Он же умеет сходить со снаряда. Это нервы. Да вы знаете, смотрите, у него просто базовая трудность 6,3. У него оценка-то за технику 8,6. У него все нормально, он нигде не падал. Значит, нет, значит, что-то не выполнил. Базу не сделал какую-то свою. Решил с аккуратничать. Наверное, не сделал то, что его поднимало в оценке. Решил с аккуратничать, где-то, и все. Третий. Третий. 15,2. 6,7. 6,7. Трудность 8,5. И третий он проигрывает и Верняеву в том числе. Это правильно, что Верняеву проигрывает, это правильно. И, естественно, Армянину проигрывает. Теперь Казума Кая, Айяпония. Это пошли классики сейчас. Он мне всегда кажется очень юным. Прямо губки такие, еще прям мальчишечка. Вот опять повторяет всю свою комбинацию. Замирает зал, обратите внимание. И слушаем только переступание этими кистями. Ох, как это трудно. И поймать. Он как бы окунул эти ноги. Очень эффектно, я бы сказала. Здесь чуть-чуть грязновато. По-моему, ножкой оперся сейчас. Не увидел Лидия Григорьевна, честное слово. Сейчас смотрю на комбинацию, которую он делает. У меня так, знаете, жутко становится. Могу сказать, что уважение к этому спортсмену. Так нет, ну это же Япония. Это пошли классики. Тут уже неприятного не ждет. Просто могут ошибиться. А то, что они могут исполнять это без вопросов. Во-первых, финал. Во-вторых, это команда Японии. Они кого... Ну вот, кстати, у Мердина. Мердина может и выиграть. Он обойти сейчас всех. С трудностей хватит. Вот если только там была не опора ножка. Я не знаю. Но он очень радуется. Значит, наверное, все, справился. Все довольны. Тогда он обойдет. Переди лючек. Тройку эту. Вот какие разные по эмоциональности спортсмены. Один скромно сойдет. Другой не может удержать своих эмоций. Всех поднимет. Всех заставит радоваться вместе с ним. Вот. Все-таки это, мне кажется, он не только коснулся, а даже чуть оперся. Ну, это я так уже, как противный судья стараюсь это увидеть. Может быть, судьи, сидящие с другой стороны, они вообще этого не видели. Подержите себя в таком положении и не потерять своих полтела над плечами. Очень прилично. Так, это у нас еще не вечер. Еще за ним пойдет Луис Смит. Который, трудность покажет 6,9, еще более высокую. И опять же, не новичок на стадионе, это будет представитель Великобритании. Но мы ждем оценку Каяка Зумы из Японии. Вот так я умею. И вам спасибо. Вот, знаете, нашу. Знаете, нашего японского. Да, или так. И ты тоже смотри на меня. Ну, всех привлек. Ну, первые, 15,5. А, у них два первых места сейчас. А, 15,5. А, около 15,5 с Мердиняном. Ну, кстати, может, оно и правильно. Это здорово. Может, оно и правильно. Я переживаю за то, чтобы армянский спортсмен остался. Так, Смит Луис идет из... Лидер квалификации идет. Лидер, да. Венгра. Вот мы опять уже песню мы поем, что где есть лидер на таком-то снаряде, там появляются следующие. Вот Берки Христиан из Венгрии. И вот сейчас он потерян. Сейчас немножко, да, сейчас немножко путайте. Это британец. Это британец? А я кого назвала? Вы Веги назвали. Веги в квалификации сильным даже не в тройке. Нет, Хедвеги. А он у меня здесь идет по порядку. Нет, Хедвеги. Хедвеги, он не сейчас. Он седьмой в квалификации. И вот это британец. Все-все, я только вижу, что это британец. Давайте на него. Ой, какие утюги. Ну, видишь, он такую композицию взял в выходе в два раза в стойке. Высокий парень, вроде под Кристианой Амберки. Нашли такого высокого коневика. Вот все-таки, когда Игорь Гнеев работал, и Мергенян работали... И элегантнее, да? Ну, намного, намного элегантнее. Ну, вот видишь, вот это и называется классом, высокий классом. Что вот он облизывает снаряд. Вот слово «работа» с него снять не хочется. А тот исполнял. А тот просто писал. Правильно? Конечно. Ну, вот золотые слова. Но здесь накрутил, конечно, со страшной силой. Ну, он правильно, ты сказал, накрутил. Но это была видна работа. Он молодец, он хорошо отработал. Но отработал. А тот нам песню спел. Так, Луис Смит. У него тоже высокая очень трудность, 6,9. Ну, да, плюс все-таки, плюс все-таки за него говорят и его результаты, говорят и то, что он там работает давно, выигрывает много чего. Он двукратный призер Олимпиады. Он в Пекине был третьим, он в Лондоне был вторым. И как бы ему не стать сейчас первым, а почему нет? Вполне вероятно. Мы знаем, что как-то у нас заметно была Великобритания, шла с каким-то таким слегка бы легчим вариантом. Мы на Великобританию судили спокойно, назовем это так. Ладно. Совершенно спокойно и где-то... Пропускали. Где-то, да, где-то много чего пропускали, но мы понимаем, что все-таки мы в глазах. Ну, нам так показалось, мы не будем сильно наставить на этом. Нет, Гаврил, ну, конечно, мы, да, мы, безусловно, не можем сказать то, что их судили вот так, потому что подобные вещи неплохо бы иметь письменное подтверждение, что судьи судили вот так. Ну, молодец, смотри, какими огромными рычагами он это сейчас выполнял, я бы сказала, так, мельницу. Мне интересно было, какой у него рост, на самом деле. Он тоже высокий, но не выше Берки Христиана, но тоже туда. Не классический гимнаст, гимнасты все сами по себе покоротче, конечно. То, что с таким ростом справиться на кольцах, это вообще невозможно. Да, ему в кулатуре не подходит. Ну, он именно коневик, я так понимаю, его специально дрессируют на этом снаряде. Ну, естественно, он первый. Естественно, он первый при базе в 7,2. Оценка 8,833, и это за 16. Ну, если 7,2, это значит, что он опять же сильно рисковал. И какая у него оценка? 16,033. Его, конечно, сейчас здесь обыграть, наверное, будет почти невозможно. Да, а остался Хидвеги и представитель Хорватии. Да, и Зелегвана. Ну, у Зелегвана трудный 6,6. Он блестяще работает, но 6,6. Нет, все, но это была трудность за потолочный. 7,2. Конечно. А у него квалификация была 6,9, а сейчас он еще прибавил. Это значит, что страшнее для него было. Рискнул. Рискнул, победил. Ну, вот смотрим теперь Венгра. Вот как раз, вот то, о чем мы выговорили. Вот при наличии Берки появляется сразу еще гимнаст на том же снаряде. Да, да, сильный. Вот. И начинает он так же, как Берки. Только Берки сейчас по ушам раскидывал свои ноги, а этот весьма сдержанно. Ну, и росточком они. Он другого роста, да. Меховеря разный. Да, и не хватает для лоска оттянутых носков. Для лоска исполнения, я имею в виду. Боже мой. Все-таки как это трудно. Какие молодцы ребята. Какие делают страшно трудные программы. И разнообразные, и длинные. И стараются не потерять ни темпа, ни какого-то такого владения устали не показать. Ну, молодец. Хорошо. Молодец. Трудность у него немножко ниже, чем у предыдущих конкурентов. Но справился он на хорошем, на высоком даже, я сказала бы, уровне. Сейчас любопытно. Прибавил он трудность свою по отношению к квалификации или нет? Ну, да. Ну, ладно, не буду спорить. Потому что, не, не, Лидия Гавриловна, я соглашусь в том, что, например, тому же Смиту было куда прибавлять. Он на квалификации работал чуть надежнее, может быть. А Зелегу, ну, не Зелегу, а Хедвеге, вот я посмотрел. А ему незачем прибавлять, он их не обойдет просто. Это при том, что он тоже, в общем, возрастной спортсмен. Ну, да, он и видно, лысеющий парень. Хедвеге вполне себе 29. На Олимпиаде смотрю, где на Канимахе был восьмой, хотя квалифицировался третий в Лондоне. Ну, ему мешал тот же свой дружок Верге, да. Это обязательно. И четвертый был в Токио. Смотри, какие возрастные. Хедвеге 29, Армянину 30. Вернее, ему тоже где-то 26, по-моему. Вернее, его 21, насколько я помню. Не может быть. Простите, 22. Он давно выступает просто. 22 литра. Хорошо, хорошо, я верю тебе, ты что. Так, и какая здесь оценка? Ну, чего там открывают? Дима нам быстрее рассказывает о том, что открывают. Ну, в этот раз их электронное табло работает нормально, потому что были там одни из этапов, где оно не работало. Четвертый. База 6,6. Все бы хорошо, но база 6,6. Конечно, база 6,6. Ему прибавит тренера. Он отваливается совсем малость. Полторы десятки. Даже меньше, наверное. Проигрывает. Тимир Динлян и Кай Казуй. И это правильно, ты знаешь. Да. Вспомни, что мы все-таки армянин первым работал, и он так хорошо прошустрил свою комбинацию. Просто жалко, что был первым. Он бы получил сейчас чуть-чуть побольше. И должны судьи все-таки его помнить все время в памяти держать. А относительно его в следующем ставить. Там еще Витлок есть. Витлок есть еще, я смотрю. Там еще Витлок есть. Который в этот танк вполне себе влезет. Да и вот Хорват тоже не зря сюда приехал. Ну, а третий в Куале. Все бы хорошо, кроме одного. База. База была 6,6. Ну, Роберт опытный был. Возрастной парень и не может уже он сильно прибавить базу. Сел же. Ну, не сел, но заметно. А вот он пытается прямым телом, да? Почти нет уголка. Он попал. Первый сход. Я ему скажу, он уже старенький. Первый сход. Первый сход, который мы видели. Вот 29 лет тоже. Тоже. Вот я сможет какой-то великобозрастный финал у ребят на коне мальчика. Обычно знаете, где такое бывает? На Кольцах. На Кольцах. Там работает и тот же Ван Гельцер. Ну, вроде когда уже зрелая мужская сила. Да, ты это хочешь? И Болгарин, и Болгарин нашим знаменитый. Ну, Болгарин этот, Йовчик, его вообще никто не произошел. Он уже, по-моему, дедушке стал, а всего был участник в соревнованиях. А все на Кольцах. Все участник в соревнованиях. Ну, это дисциплина. Безусловно, он владеет этим соревнованием. Безусловно. Но не может, не может. Надо исполнять от начала до конца. Без падения. И программу он сделать сделал. Спасибо. Форма нравится, фаза нравится, но падение и база. Вот еще только Витлок может изменить ситуацию, так как у него заявлена бешеная трудность в 7,2. Хорват у нас отвалился, мы его уже не читаем, не берем в расчет. Ну, и сейчас Витлок или выигрывает, у Смиты становится первым. И, соответственно, Мердинян и Кая становятся третьими. То есть, два третьих мест. А Арменин у нас не умещается. Не-не-не, секундочку. Арменин с японцем, у них сейчас два в таком местах. А, два одинаковых. Идентичный результат. Да-да-да. То есть, это будет такая дружба народов в полночных традициях. Очень хорошая дружба народов. Я не возражаюсь. Или Витлок сейчас придумает себе проблему, про это мы желать не будем, и тогда все останется, как и осталось. То есть, будет два вторых места без третьего. И финал на снаряде закончится. Витлок ее завершает, и мы перейдем к брусьям, а там наши нервы опять будут на пределе. Тем более, там наших девочек двое. Двое, да. И с хорошими предпосылками. А первое, второе, результаты квалификации. Трудность хорошая. Все хорошо, в общем. Осталось сделать. Осталось выйти, сделать и подтвердить результат Марии Пасеки. И да, Роберт Зелегман здесь прекрасно понимает, что ничего хорошего от этого результата ждать не надо. И, в общем-то, на мир он съездил. Нельзя сказать, зря, конечно, в финал он попал. Да нет, конечно. Он еще себя отработает для выхода в личном первенстве на Олимпиаду. А плюс все-таки хороших гимнастов у нас здесь не так много. А ты знаешь, он попал в финал, наверное, сможет. Конечно, у него уже лицензия должна быть. Я не могу сказать, как по личному первенству таких единичных. Он же на один снаряд только. А ему надо какая-то формула тоже существует, чтобы пройти. Ну, это скорее организационный вопрос. Но попадание в финал нам не надо. Безусловно, он напрягается, работая на этом снаряде, чтобы стать участником Олимпийских. Это понятно. А, трудность 6,4. Даже меньше получилось, да. И оценка. 8,4. 4,4. Ну, понятно. Это сразу не такая, отпад. Уитлок. Уитлок, который будет закрывать упражнение. И у которого потенциальность есть полная. Который вполне может на первое место сейчас забраться. Да-да-да. Совершенно элементарно. А программу делать от начала до конца. Продолжение следует. Продолжение следует. Пока получается у него все. Пока все получается. Ох ты, какой шустрый. Вот там у нас зала ему помогает. Да, там тренер вовсю же вместе с ним круги делает. Да, все там. И Полильички, и тренер. Молчат только финалисты сами сидящие. Ты знаешь, у него получилось неплохо. Неплохо. Так что он сейчас что-то нам поменяет. Ну да. А у него-то, конечно, при его трудности будет, безусловно, позиция выше, нежели и у армянского, и у японского гимнезда. Как мне кажется. Да-да-да. Обойдет ли он Смита, честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Ну ничего, посмотрим сейчас. Немножко нам осталось потерпеть. Но это в любом случае, как минимум, две медали. Как минимум, две медали, потому что в том, что отвалится за тройку, я не верю. Ну здесь не было таких ошибок, которым дадут вылететь оттуда. Естественно, сразу фотографии. Ну немножко, пятки у него, правда, чаще присутствовали, чем оттянутые носки. Но я не знаю, как к этому отнесутся судьи. Я думаю, без всякого удовольствия. Да, может быть. Но ему-то надо дотягиваться за 16 баллов, чтобы вылететь. Это такая оценка. Это нет, это не трудно. Это такая гроссмейстерская оценка. Трудно, согласна. Здесь сейчас хорошо видно, прямо штанины чертил по ручке. По ручке-то ладно, по ручке это не так, а тело коня не затолкаться. И не задевал, конечно. То есть, если там и было касание, то оно было незаметно абсолютно. Плюс чуть мешковатые штаны, которые висят, они это дело скрадывают. Ну, и вот так видно удобно. Они же тоже себе... А так колени не очень видно. Ну, я говорю, хитрости определенные есть во всем, как говорится. Я помню еще в свое время, когда ты доходишь до определенного уровня, где запрещают спортивные штаны носить, например, его. Хочешь велосипедка, чтобы было видно колени, как ты работаешь? Так, и что? Семь и три база. Отдают первый результат ему, да? Семь и три база, исполнение 8733. И он обходит коллегу по команде на десятку. Ну что, первое, второе, то, что мы с вами предполагали. Первое, второе место у британцев. И Дружба народов на третьей позиции. Мы поздравляем представителей армянской гимнастики. Мердиняна молодец, он отработал очень хорошо. И надо еще учитывать, что он-то начинал. Дима, я правильно поняла? Первый вот этот Витлок, второй Смит, опять его же коллега, и Мердинян третий. Мердинян с японцем, с Кайка. А японцем третий два места. Да, было третий. Прекрасно. Я говорю, прекрасно, Дружба народов, здесь никого не обидели. Никого не обидели, совершенно правильно. И Уитлок вот здесь как распределили. Вот он рискнул, поставил еще на десятку труднее программу. За технику им поставили одинаково, а по трудности он его обыграл. Но должна быть подобная справедливость. Кто рискует, тот выигрывает. Уитлок рискнул. Его рисковал. А правильно сказать, кто не рискует? Тот не выигрывает. Тот не выигрывает или всякое, да. Но справедливо, ты знаешь, я хочу согласиться, почему. Были все хорошие ребята в финале. Все хорошие. И начиная с Мердиняна, и Верняев Олег, допустивший какую-то ту противную ошибку, он был хорош все равно, да. Все-все ребята. Но он рискнул больше всех. И он работал. Последним это тоже как первому неприятному, а последним это измотаешься пока. Тем более, что впереди все довольно хорошо работали, да. Он просто показал такую хорошую волевую подготовку и выполнил. Рискнул сильно, но зато стал золотым. Да. Это тот риск, который бывает оправдан. Оправдан абсолютно. Оправдан, ну, когда ты побеждаешь, конечно. Конечно, когда ты побеждаешь, любой риск уже является оправданным. И все будут петь песни и поздравлять. Все годится. Совершенно согласна. И здесь Луис Смит молодец тоже. Хорошая Нина при плохой игре, потому как я вижу, насколько расстроен Смит. Где-то видно. Второе место он показывает, что он рад за команду. Безусловно, подошел, поздравил своего коллегу. Пожелал ему всех и всех успехов, но ты-то остался в одной десятой от первого места на Кагестале. А победитель-то всегда один. Это тоже, знаете, очень непросто подобные вещи переживать. Для гимнаста, который вот все на высшую ступень предистала подсчета никак-то, если не получается, забраться. Если посмотреть на результаты, чемпиона мира-то, я смотрю, вроде и не был. А второй, второй, первый на Кубке мира. На Европе выиграл он там, понятно. А мир пока ускользает. Да. Ну, а за Макса Вытлока, наверное, можно только порадоваться, поскольку у него как раз бронза Олимпийских игр там он чуть уступил. И, в принципе, все у него складывалось. Все у него было нормально. И это, конечно, шаг для него. Шаг очень серьезный. Ван Тверпене был вторым. Ну, пока был Берки. Вот Берки в своих лучших кондициях, простите. Он никого просто не подпускал. По программе никто ему еще противопоставить не мог. И вполне объективно не мог. Берки на то и Берки. Ну, а сейчас все внимание, дорогие друзья. Потому что для нас это один из моментов истины. Мы с вами сегодня уже выдохнули. У нас уже одна золотая в активе есть. И она такая вообще нужная, что дальше некуда. Вот представляет финалистов на брусьях девушек Чанг Чунг Сунг. Это Китай. На нее мы посмотрим внимательно. У нее большая претензия на победу, потому что и сложность у нее одна из высоких. Да. И она стала десятой. Но поскольку там были по три гимнастки в виде, она, естественно, в финальную польку попала. Это представитель Германии с Акли Шейдер. База 6 и 6. На брусьях будет очень интересный финал. Они все так приблизительно, ну, половина девочек приблизительно равной трудности. Потом некоторые перепад. Но тут риск тоже невероятный. Он непредсказуем. Абсолютно. Сейчас Виктория Комова должна выходить наша. Ну, не похоже. Виктория Комова не разу. Фан Лин, да. Китаяночка. Фан Эльин – обладательница одной из самых больших по трудностям программы. Да, у нее 6,8. Это заявка, безусловно, на победу. И потом, Китай, мы знаем, что они знают, как работать на брусьях надо, но пока они часто падают. Что спасают других. У них случается, пока не дотягивается. Случается, случается, да. А вот сейчас уже Комова должна выходить. Вот наша высокая, красивая. Виктория Комова. Воронеж. Россия. И тренирует ее все сразу. Виктория Комова. Виктория Комова. Виктория Комова, Булгакова и Колесникова. Вот такая троица занята подготовкой Виктории Комовой. Виктории трудность была 6,5, но по технике она отработала в квалификации лучше всех. 8,8. Это оно и понятно. Естественно. Естественно, Габриэла Дуглас. Вот они здесь идут рядышком. Это две девочки, которые на Олимпиаде в Лондоне. Устроили представление. Устроили просто спектакль. Красиво. Правда, в том спектакле победила Дуглас. И они одинаково подросли. Одинаково стали помощнее в килограммах. И вот, собственно, встретились на этом чемпионате мира. А вот она, Мэдисон Кочан. Любопытные, видимо, румынские корни. Да, но они молодцы, они хорошо представляют. Анонсер, вся вот эта группа анимационная работает вполне себе. Мэдисон, 6,6 базы. Очень неплохая оценка за технику, я хочу сказать. И она была третьей в квалификации. Она проиграла 233 с Дашей Спиридоновой. А конкретно вот ей, лидеру квалификации, чемпионка Европы, Дарья Спиридонова. И как приятно вот эту строчку протокола наблюдать. Еще раз скажу, что я хочу, чтобы она сохранилась в таком виде, в каком я наблюдаю сейчас. Кто остался? Еще одна Гарри. Да, Руби Хайральд, естественно. Естественно, Руби Хайральд. Великобритания. Вурше. Все-таки Великобритания не сдает. Вурше скинь по Твиддл. После Твиддл они на брусьях еще все время так и остаются. Цепляются? Силе, да. Цепляются, работают и вполне себе. Ну все, всех представили. Всех представили и стартовый порядок сейчас дадут. А? Сейчас дадут стартовый порядок, а мы посмотрим, кто никогда. Чанг? Все, где Китаянка больше? Китаянка здесь, наверное, будет главная проблема. Она первая. Ну, можно сказать, чуть-чуть не повезло. Вот у них обе Китаянки в самом верху стоят. Основные конкурентки, они здесь перед Дарьей Спиридоновой. Снаряд очень трудный для девочек, очень трудный, потому что он требует невероятной координации, физической такой силы, плюс виртуозности. Потому что разнообразие надо на этих брусьях сделать и сальтовые элементы, и поворотовые элементы, и перелетовые элементы. И завершить комбинацию довольно сложным соскоком, чтобы получить хорошую базовую стоимость своей программы. Это, безусловно, требует от девчонок невероятных усилий, концентрации, как бы себя успевать все время держать в контроле. Ну, и вот выходит длинноногая, худенькая, легкая китайская девочка, которая очень заметна в своей перспективе, Чанг Чунг Сон. Все они работают по нашей методике. И этим же нас и бьют. Вот, о, как чудно. И перелет. Обращайте внимание, на руки прямые, стойки абсолютно прямые, и выбивать четко вертикали. Если чуть не доходишь вертикали, значит ошибка. Здесь пока у нее очень неплохо все получается. Прогибание в теле тоже ошибка. И теперь ищите согнутых рук, вы ее почти не увидите. Даже не в перелетах. Держаться надо, естественно. Сумасшедшие. Поворот на 360 с красивым опусканием руки дважды. Потом сразу в сальтовый элемент. Это композиционно сумасшедший. Товарищи, вот она первая начала. Но тем самым, что она сделала от начала до конца, и трудность у нее, пусть была не сумасшедшая, 65, это такая средняя категория для высшего мастерства. Но выполнила она достаточно уверенно и хорошо. Кстати, ей с подобным исполнением вполне возможно в троечку попасть. Она-то уже сделала, пускай остальные теперь работают. Ну да, она сделала. Теперь мы, вот это я говорила, как отпускается рука, видите? И вокруг одной руки 360. И сразу в сальто. И снова ЦАП этот жертв. И линию контролирует. Видите, носочки оттянуты. Руки прямые. Вот мы как умеем перелетать. Смотрите, сейчас ЦАПа и должна поймать высокую жертв, верхнюю жертв, правильно сказать. Это вот там болтаются бинты, это не совсем правильно, но это для нее, мне кажется, хуже. Ну да. Их шикарный выход в исполнение соскока. Часто этот соскок начинают делать на спаде, это плохо по технике. А она именно ловит высшую точку взлета, и там начинает вращение. И впервые задние, это шикарно. В общем, в общем, замечательно выполнила программу. Теперь ждем с вами оценку и скажем, ах, какие вредные судьи, что же они там наискали еще в ней. Ну, посмотрим. Я сама с интересом жду оценки. Я уже не один раз говорю, но действительно, значит, в финале работают судьи, к сожалению, не самые высшие категории. Они все прошедшие межпензентальные курсы, да. Но все-таки те, хотел сказать, такие вредные, страшные судьи от ведущих держав, они, конечно, быстро ориентируются, быстро понимают. А это из второго шелона. Судьи те, чьи гимнасты не работают в финале. 14,9 и исполнение только 8,2. Вот теперь отталкивайтесь. Представляете, сколько у нее нащелкали ошибочек? Вот как надо сделать так, чтобы было безукоризненно. Это нелегко. Да, 14,9 за технику 8,2, я бы сказал, что мало. 14,2 или 4? 9,9. 9, да? Конечно. А, это была техника 8,2. Так, так. Теперь Шедер. У нее чуть трудность выше на 1,10, но посмотрим почерк исполнения. Это тоже, вы знаете, как можно сказать, кто как расписывается в исполнении. Она решила на нижней жерде теперь сделать довольно такую интересную часть своего упражнения. Это ее заносит, потому что она прогибается. И здесь подсогнула в перелете руки. Вот по отношению к китайской девочке она уже больше допускает ошибок. Китаянка и рисковала, она базу подняла 6,7. У этой подороже базы заявленная, не знаю, как она выпала. Опа, это очень интересно. И она это сделала так отчаянно. Шла ва-банк. Ну и соскок уже. Ну, конечно. Уже сколько можно мучиться? Оп-оп-оп! Ой-ой-ой, да что ж тебя так занесло? Все вроде ничего. Прижала, сильно прижала, она свои ножки не вытянула. Жалко. Жалко просто, понимаете, жалко девочку, которая отработала-то неплохо и сделала так. И вдруг на соскоке, даже не на соскоке, а на приземлении набрала ошибку большую. Прямо вот ноги уже воткнула, и чего ее начала придавливать к мату. Посмотрим. Вот этот элемент сумасшедший хороший. Смотрите, как... А, нет, это перелет. Это мы уже... Хотел сказать, это мы умеем уже все. Ну да. Ну, он такой, да, стандартный. Вот он, судя по всему. И сейчас она пройдет. Сальто вперед, ноги врозь. И сквад за верхнюю жир. Здесь так, все путем, кроме того, что согнутые ручки, и также были согнутые ножки. Слегка. А вот это она готовится к соскоку уже. Поддает еще раз наверх. Даже через ноги врозь, чтобы еще сильнее выйти вверх. И вот смотрите, что это. Плеч повесила вперед. Как домохозяйка пошла. Да что ж такое-то она так. Не удержалась, да. Не удержала. Ну, все, проехали. Это была девочка из Германии. И опять же, я должна сказать, для них довольно хороший успех. На брусьях это особо техничный снаряд. Трудный снаряд. И вошла в финал. Ну да, сейчас остается только плечами пожелать. Ну, ее не будет высокой оценки, потому что слишком большая была оценка. Теперь мы сейчас снова китая, девочку китайскую будем смотреть. Да, Фан Илин. И вот как раз Фан Илин здесь. Чего ей поставили, девочка пропустила? Сейчас скажу. Вот у Фан Илин база была в квале даже 6,8. Да-да, это уже будет еще страшнее. И побольше. Оценка Шедер? 14,6. 14,6. Даже по-божески. Да, в общем-то. Ну, немножко на вещь трудность повыше по отношению к китайской девочке сделала. Так, ну, ждем. Это Ван Илин. Фан Илин. Ну, как раз 16-летняя гимнастка. Вполне себе. У нее еще выше трудность. Да. Опа-опа. Вошла. Чуть раньше начала поворот, но вошла хорошо. Зверну. Бедный тренер мотается, не знает, где помочь. В то же время должен не мешать судье загораживать исполнение. Молодец. Мне так это нравится. И пошел соскок. Выше жерди и два бланжа. Вот и держите ее за хвостик. Да. Естественно, что тренер мало не в руках уже. Он не касался. Он готов ее ловить. Он не касался. Это правильно. Он обязан обеспечить своей страховкой безопасное движение. Это все правильно. Но другая задача тренера не загоражить своей суетой видение судьями. Вот, Лидия Гавриловна, здесь у старой школы, именно в гимнастике старой школы акробатики есть рассказ. У нас выход тренера на страховку, это минус балл. Ну, это совсем другая вещь. У нас на вольных нельзя выходить. Вообще, то же самое. Ну, акробаты, это в основном акробатика. А там, да. А на снаряде обязаны обеспечить безопасность. Раньше было такое дурацкое условие, я вам скажу. Но было такое дурацкое условие дважды. Выводить женскую команду имела просто женщина, выводящая тренер. Несмотря на то, что в залах мы тренируемся у мужчин, тренеров. Ну, ты же сами понимаете, посмотрите, все вот это вот чудеса эти, которые плетут гимнастки на снарядах. Это выучить, ой, как нелегко, и как эта женщина будет прыгать под снарядом, страховать. Я так представляю, вам образно рассказываю. А выводить на чемпионаты мира вот эти официальные соревнования, олимпиады, кубки всякие. Только женщина. Сняли это условие. Теперь было даже вот такое же было условие, что нельзя выходить вообще на страховку. Тоже быстро отменили, поняли, что это глупо. Теперь все разрешается, только ставится такое условие. Ну да, не мельтешить, хотя он очень сильно отвлекает. А он сильно будет мельтешить. Он отвлекает. Это, во-первых, какие нервы, ребятки. Это же золотой товар у него сейчас работает на снаряде. Как мы сейчас видели Штайнгрубер из Швейцарии. Вот какая бедная, достатная получение. И там, главное, никакая страховка тебе ничего не поможет. И там это ничего не помогало, там как раз без страховки. Это ее приход. Она очень опытная гимнастка. Так, ну смотрим ее оценку. Ну, Фанна Лен, я подозреваю, что сейчас может коллегу по команде-то и подвинуть, если трудностей хватит. Хватило. 15,366. Первая оценка за 15 и претензия на золото. В том числе. 6,9 база. 8,466 и 15,366. Понятно, понятно. Прекрасная работа. Ну и сейчас все, внимание. А почему сейчас, внимание? Потому что Виктория Комова. Внимание и замирание. Здесь я просто закрываю рот и вместе с вами переживаю. Держись. АПЛОДИСМЕНТЫ Ух ты. И в темп главное. И в темп. И в темп. Так, все было классно. Все было красиво. Всегда мы, когда говорим про Викторию Комову, это просто вот образец классности исполнения. Слово класс через два С не случайно, потому что это именно так. Но, к сожалению, должна напомнить, это ее родной тренер Элфимов, конечно, Рады. У нее база немножко легче, чем у той же Кидаяночки. Но вы посмотрите, как она старалась на длинная, амплитудистая, ну шикарная, линии ног такие, которые поискать надо у следующих кого-нибудь, кто еще располагает таким, такой красотой. Мама ее тоже была членом сборной команды когда-то, сборной команды страны, Вера Колесникова, которая сейчас умирала вместе с ней сидя на трибунах. Умирала, я имею в виду, что происходит с тренером, ну а уж с родителями, с мамами и с нами, то нам-то как вам, с вами опасно, ну в смысле тяжеловато. А что с ними творится, это я правильно сказала, умирают не меньше. Здесь в темп, да встала. Встала она здорово, но потом немножко стала сходить и чуть не заблудилась троса в бруси. Ну, в смысле, сначала-то встала, показалось, а потом ушла. Да, понятно, понятно. Уже судьи должны были наклонить голову и начинать выводить оценку. Раз. Это все было замечательно. И вот здесь ее потащила, потащила, когда она повыражать захотела всем вам сказать спасибо. Я вот, какая я хорошая. Я, Ксения, ой, Виктория, ты, конечно, хорошая, ты очень хорошая. И очень хочется, чтобы ты восстановилась полностью. Ну, сколько там трудностей-то было? 6,5 у нее. В квале 6,5 была, да, все правильно. Да, ну в квале, но она так особенно не может. Это не наши варианты, когда можно менять от одного дня к другому что-то. И китайская команда. Приуныли, да? Приуныли. Они потому что ждут. Конечно. Мастерство-то было высокое. Их может спасти. Только вот этот запас трудностей, то я не знаю. Сейчас она девятку за технику получает, и какая трудность их не спасет. И тогда их не спасет, да. Ну, это так. Ну, это мы мечтаем, товарищи. Мы очень в слуху, да. Дима, смотри, пожалуйста, вон она как мучается. Ну-ка, не шепчи. Они имеют право совещательное, право в бригаде Д, которая считает трудность, и в бригаде И. Вот они право такое вот побеседовать друг с другом. А все шесть следующих настоящих судей, они изолированы друг от друга. И вот посылают оценку на что они там насчитали. Ну, Виктория снимает. И выводится средняя оценка. Срезает голеностоп. Давай, давай, Виктория, не воображай. Подожди, еще мы не видим твои оценки. Вот видите, как хорошо она выходит над жердью. Ножки как контролирует. Вы видите, как будто связала их вообще веревочкой, коленочкой, носочки. И колени. И ничего, что подъемчики тейпом затянуты. И вставай, мой хороший. Умница. Умница. Она показала, что такое российская гимнастика. Вот такая школа была. И когда выходила советская команда, потом российская, придираться было очень трудно, искать ошибки. А сейчас дают возможность цеплять. Ну-ка, ну-ка, что там судьи задумались. Не нравится мне все это? Ну, вот. Я очень не люблю, когда идут технические совещания подобные. Да, да. Хорошего мало бывает. Ну, это неприятно, как они там. Ну, я там верю немножко в правду жизни. Хоть... Хоть и с оговорочками. Да, я не могу. А я могу. Я еще пока не могу прийти в себя, пока не увижу оценку. Дима, ты давай заполняй чем-нибудь. Скажи, тебе нравится Комова, Дима? Да. Вы посмотрите на линию ног, о чем я все время пою и говорю. Гимнастика должна быть безукоризненной, как у Виктории Комовой. Хватит, хватит мотать ручкой. Первая. Первая, первая, первая. Чего там не поставили? Вот видите, Лидия Гавриловна, все-таки прибавила десятку. 6,6. 6,6. Прекрасно. Значит, засчитали соединение какое-то. У нее одинаковая оценка с фан. С этой, да, да, да. У нее одинаковая оценка с фан. Ну, все равно это неплохо. Конечно, более чем. Это уже у нас есть, что-то уже есть. За ней пойдет Дуглас, мы на ней отдохнем, потому что Дуглас и трудность 6,2, она просто, так скажем, изобразит толпу. И там еще есть Дарья Спиридонова. А дальше опять с ума сойдем с вами вместе, еще впереди Дарья Спиридонова. Вот Дуглас из Америки. И Мэдисон, и Мэдисон, у которой вполне себе тоже 6,6. А посмотрим, что она покажет. Молодцы. Вот ноги только разлетают, так все хорошо. Валили американцы на брусьях, я должна сказать. Как-то мы все время немножко себя успокаивали, что это снаряд не их. Нет, ну там, вот все, что стрижется ножками, подсгибаются ручки или ножки, или это все называется грязь в исполнении. Вот как раз Комова сейчас показывала почти безукоризненность в этом отношении, что ее при не самой большой трудности вывела вперед. А за технику получила под 8,8. Хорошо. Это наша Вика Виктория. А на брусьях, это то, о чем вы только что сказали, Лидия Гавриловна. Это на брусьях получить это очень королевское. Я еще раз говорю, брусья наисложнейший. Если бревно наипротивнейший. Ну, пожалуй. Ну, а почему это? Он такой противный, потому что там, господи, там какие-то прогнозы делать вообще невозможно. Невозможно. Кто и когда оттуда упалет. Я все время говорю, это непрогнозируемый снаряд. Здесь он очень тяжелый. И вот эти изящные девчонки, но это не касается американского телосложения. Они наши очень изящные и красивые. Это нелегко отработать. Вот она даже через согнутые руки выходит на стойку. И стойка была не вертикально, а уже чуть за... Это... Это Дуглас была, да? Там трудно еще сюда. Вот это ее соперница Виктория Комовой. Но здесь Вика имела преимущество явное. Вот видите, как руки согнуты? Вижу. Я вижу, Лидь Гавриевна. Все, ну вот видно, видно. Вот я просто хочу немножко объяснить, за что ставятся оценки. Потому что я говорю, что они там все одинаково делают? Нет, не совсем одинаково. Так не бывает. Не совсем одинаково. Вот это находится, вот это вот. Ну, Дуглас сама по себе-то ведь тоже стройная девчонка. Хорошая девочка. Очень хорошая девочка, очень хорошая. Между ними один месяц разницы в возрасте. Я уже говорила об этом. Еще раз повторю. Комова и Дуглас. Они рождены в разных годах. В 95-м и 96-м. Но всего-навсего между ними один месяц. В 95-м и 94-м, по-моему. Дуглас ранее годом. Она 27-го, к примеру, декабря. А 5-го года, 28-го января, наша... От этого очень странно. Так, 3-я она. 3-я, да? Дуглас третий дали место. Да, 6-4 база. Так и два первых сейчас у... 15-33, да-да. Тут база не дотянулась. Две десятки. Ну, вот аккуратно, две десятки не разнесли. Дальше мы опять немножко напрягаемся, потому что база 6-6. И снова американка. Кстати, я ее не видел. Я ее не видел. Мы пока не видели. Посмотрим. Мы же квалификацию не видели. Это очень неправильно. Все-таки в олимпийском зачете. Это самый стратегический вид спорта, гимнастика. Тяжелая артиллерия. Вот этих 5 девочек вот таких и 5 юношей отыгрывают. 14 комплектов медали разыгрывают. Сразу таблица вся меняется после прохождения спортивной гимнастики. В любой страны. Ну, пока она ничего такого бешеного, сложного не делает. Такого невероятно. Но у нее почему-то трудно с 6,6. Ну да. Ну вот сейчас первый. Ну это все равно на согнутой ручке. Таких больших поворотов не вижу. Ну набирает связками, соединениями. И соскок хорош. Вот потопталось. Вы посмотрите, как все подняли свою силу исполнения на этом снаряде. Лучше, хуже. Но все где-то рядышком. А какая нервная выносливость. Мы еще с вами пока не видели ни одной завязки. Так, чтобы загремели. Ну да, да, да. Еще никто не грюкнул. Ну я надеюсь, что здесь некому будет. Да, это все мастера собраны. Это восьмерка лучших брусистов. Брусисток. Мира. Поэтому здесь такой развал Петровича нельзя найти. Ну если только несчастный случай, который бывает неожиданно у девчонок. Нечаянно, как говорится, нагрянет. Да, да. Ну а сейчас, ну что, сначала оценка Кочанова. Потому что после этой оценки мы можем уже в принципе выдыхать. Да даже не дышать. Умирать. Да, потому что... Выходит Спиридонову. Выходит Спиридонову, и это будет определяющая оценка для тройки. В любом случае. А сейчас пока определяющий момент в этой оценке именно Мэдисон. Какой ее сейчас постарает. Потому что по трудности, у нее трудность примерно одинаковая с Комогой. Комогу чаще сделал, в моем понимании. Да, ну я думаю, она явно должна уступить Комогу. Здесь я как-то за это даже не переживаю. Несмотря на то, что это УСА. Там всегда какое-то невольное раболепство есть перед этой страной. Везде, всюду и во всем. Три первых места, я такого не помню. Ну это безобразие. Посмотрите. Это безобразие. Ну как вы так ставите? Это безобразие. Так же киноза. Честное слово, это безобразие. Ребят, ребят, ребят. Ну я понимаю интернационал. Давайте все золотые медали. Нет, ну это ненормально. Значит, у нас Китай, Россия и, хотел сказать, Спиридонова. Спиридонова сейчас выступает. Да, а теперь мы замираем. Она юная, к сожалению, наша Дарья Спиридонова. Она 98-го года рождения. Москвичка тренирует и защищает честь клуба самбо. Тренирует ее в Тане Фомкино. Давайте все поболеем за нее. И трудность у нее чуть повыше, 6,7. Она уже чемпионка Европы на этом снаряде. Да, это у нас ударная сила, прямо скажем. Сейчас Даша надо отработать, как она умеет. Если отработать, как умеет, она выиграет. Ой, не задавайтесь. Если. Если. Стоять, стоять. Если бы я чуть-чуть не заметила что-то, я считаю, она должна быть первой, а все вот эта тройка с одинаковыми оценками за ней должна выстроиться. Вот так я предполагаю. Но давайте чуть-чуть потерпим. Чуть-чуть она вот к концу немножко мне показалась, не вышла стойка, так заметно. Ну ладно, это я сейчас молчу для вас. Я думаю, Дашка, милая моя, ну дай бы Бог, чтобы у нас получилась оценка здесь. Потому что это было бы справедливо. У нее комбинация у одной китаяночки 6,8, а у нашей Даши 6,7. Давай, Дашенька, цапаем эту жеркь ненаглядную. И что там, кто там остался? Руби Хэральд? Дальше мы никого не считаем. Хоть Хэральд остался, но у нее трудность неважная, 6,3. Нет, ей не дадут уже. Вот здесь сейчас вопрос решается. Какая оценка, да. Ну вот на десятку труднее она сделала. Ну вот поставьте на первое место-то, поставьте. Да, они обязаны сейчас это сделать. Вот обязаны. Это я вам говорю, как судья с очень многолетним стажем, так скажем. Ну в принципе, да, наверное, никому не обидно. Хотя... Неужели они ее сейчас... Вот я чуть-чуть более сильная, даже почти мертвая была. Могла, может быть, что-то не увидеть. Ну она сделала, ну всякое, я смотрю, и хочет он, и фан. Стойко, 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 неплохо. Вот здесь немножко подгребла коленочки. Ага. Ну давайте, выставляйте, не мучайте нас. Сейчас опять будет судейское совещание, 3 года. Да! Чего да? Говори. Ну говори, да. Первое. Четыре первых места. Четыре первых. Ну это такого в истории я не помню. Ну пусть так. Пятнадцать. Вот я почему не могла с уверенностью сказать, когда... Помнишь, я Мустафиной сразу сказала, что она первое еще не выставляет. Здесь у меня было сомнение. Но они молодцы, что они ее не дальше поставили. Китайцы уже половиной сборной смеются вместе с нашими. Ну правильно. Ну все вместе. Победила полная дружба. Комовой со Спиридоновой и две китаяночки. А знаете, для нас это хорошо, потому что два золота вместо одного. Два золота. Прекрасно. А итогу пока три. Все, товарищи, мы сегодня завершили потрясающий день. У нас в активе три золотых. Поэтому не переживаем. Давайте все-таки снаряд посмотрим. Ну посмотрим, конечно, посмотрим. Я ее не хочу обидеть, но ей не дотянуться до нас. Если только судьи не решат такую задачку арифметическую, от которой просто посмеемся тогда. Не, ну уже смешно. Нет, это уже не так работает. Уже, вон, видите, как разводится. Ноги везде теряют она. Нет, Лень Гавриловна, я не про то. Я про то, что на вашей памяти когда-нибудь... Не было. Четыре золотых медали чемпионата мира. Не было. Это все касается, знаешь, почему на стране этого не отрешалось, потому что премию надо давать. А невыгодно так, в государстве было. А международная практика не делит. Все получают золотые медали. Ну да. Вот они сейчас с комплектом это попутали организаторы. Ну нет, это конечно... Она молодец, сама для себя, но не для чего более. Вот. А мы, значит, с вами видим на брусьях из восьми выступающих пятьдесят процентов золотых. Вот. Здорово. Мне бы кто-нибудь рассказал, мне бы кто-нибудь рассказал, я бы, наверное, ну, я что-то как бы смеял бы. Это здорово. Это здорово. Я поздравляю, конечно, сначала я поздравляю Воронеж, Елфимова, Колесникову. И подглядываю все время, я извиняюсь, я очень уважаю тренера Булгаку, Волечку, она еще у нас плюс тренер сборной молодежной команды. Таню Фомкину, молодец, так держать, никому не доверять своих учеников. Вы понимаете, что такое гимнастика и ведите к Олимпиаде прямой дорогой зеленой, только прибавлять. Вам сегодня на этот вопрос ответила посека Маша. Пока она не взялась за сложные элементы, она ничего не могла продемонстрировать нам. А сегодня она заслуженная чемпионка в прыжках и абсолютно заслуженные чемпионки на брусьях. Дарья Смридонова и Виктория Комова. Всем я вас всех поздравляю. Ну, честно говоря, по совести сказать. Ну, это приравняли немножко, да. Они подрегулировали, подрулили. Потому что, ну, вот даже по приземлению, потому что Мустафина выиграла, но она мало выиграла тогда классов, она еще выиграла приземление. Вот она встала, остальные нет. Ну, нет, мы не будем о Лондон вспоминать. Но там она явно была золотая. А здесь, когда мне хотелось вот эту фразу сказать, все, Дарья, ты лучшая. Я чуть-чуть притихла, потерпела. Потому что она все-таки допустила заметную ошибочку в конце. Ну, и трудности, трудности, трудности. А которые, это я простите, не очень. Сейчас я смотрю, Галина Гавриловна. Трудность была самой высокой китаянки. 6,8. Да. А у Даши передована 6,7. Ну, она тоже золотая, Дим. Да, да, да. Все в порядке. 6,6, 6,7. Ну, посмотрите, уже сегодня... 50% финала золотого. Такого не было. Вот бы такой вариант на Олимпиаде. Это было бы здорово. Такого не было в истории никогда. И сразу три золотых медали за сегодня на чемпионате мира. Женская сборная в полной мере может радоваться. Конечно, конечно. Она до такой степени провалилась в командном переносе. И я все равно не снимаю ответственности тренерского состава за такое плохое выступление. А вот сейчас эти два снаряда, они очень успешно прошли. И просто радость. Просто самая искренняя радость. И за Викторию Комову, и за Дарью Спиридонову. И так, и так у нас остался один снаряд. На сегодня, да, на сегодня остался один снаряд, в котором традиционно очень серьезная борьба. И знаете, что те, кто следит за финалом по гимнастике, Дима, мы должны сориентироваться, что завтра, к сожалению, мы заканчиваем на России 2 работать, да? Но нас пригласили отработать на открывающемся вновь в канале матч. Правильно я говорю, Дима? Ты меня поправь, как профессионал. Который, я совершенно по наивности спросила, а где искать зрителей? Какую кнопочку нажимать? Мне сказали, спорт один. Лидия Гавриловна, я, поскольку человек тоже пока там еще не работаю, еще не столько глубоко. Ну, ты все-таки профессиональный телеканал? Ну, у меня та же информация, что у вас. А где его искать и смотреть, я, честно говоря, пока не могу. Ладно. Ну, что я услышала, то я передала. Ну, точно, дорогие друзья, я вам обещаю, что точно гимнастика будет на матче. Это я вам совершенно авторитетно зову. И точно она будет завтра. И точно вы ее увидите. Те, кто его найдут. И болейте, пожалуйста. Будет ли на это на нашей кнопке, на кнопке сначала телеканала «Спортный», а не телеканала «Россия-2» и с завтрашнего дня на кнопке телеканала «Матч ТВ», которая, по идее, находится здесь. Но сразу или не сразу, я пока сказать не могу, потому что я не нахожусь там. Ну, если мы что-то узнаем, поточняем, мы успеем кое-кому звонить. Ладно? То, что мы заинтересованы, чтобы смотрели эту спортивную гимнастику как можно больше. Зрители, еще раз хочу сказать, это невероятно сложный вид. Мы заинтересованы в том, чтобы гимнастику показывали не раз в год. Всегда. И не раз в год, конечно. Для начала. И не раз в сезон. Ее надо популяризировать. Когда во время Олимпиады, Лид Гавриловна, то вам не обидно, когда спрашивают, а что у нас в гимнастике-то? А вы куда четыре года смотрели? Да, да, да. Обидно, обидно. Нет, но все-таки хотя бы уже показывают, вы регулярно показываете Европу, мир, ну, естественно, Олимпиаду. Ну, я бы еще, да. Это обязательно. Потому что я еще раз говорю, это стратегический вид спорта. Больше только в легкой атлетике. Славу этому спорту делали очень давно имена, такие высоченные имена, как Латынина, Титов, Азарян, Шахлин, Хоренкова, простите, Хоркина Светлана, Алешка, Алексей Немов. И вот сейчас вот эти юные девчонки, мальчишки, вы должны славить этот вид спорта, потому что он исконно был советским, российским. И терять позиции, как бы я сказала, не имейте права. Пожалуй. И еще раз Виктория Колмова и Дарья Спиридонова, спасибо вам за выступление сегодняшнее. Виктория, наверное, спасибо отдельно, потому что умение собираться после того, что она исполнила, это вообще отдельного стоит. И, ну, все-таки это показатель бойца. Как бы там, кто ни относился, и что бы там ни было потом написано. Мы поздравляем. Ребят, я обращаюсь просто к той истории, я думаю, люди понимают сейчас, о чем я говорю, о которых в социальных сетях сейчас активно муссируется. Вы поймите, что спортсмены тоже живые люди. Вы поймите, что спортсмены тоже имеют право на эмоцию. Вы поймите, что при неудаче спортсмен может отреагировать, может быть, местами неадекватно. Вы поймите, что это живой человек, который уехал туда не проигрывать, и уж явно не для того, чтобы нас с вами расстраивать. Просто вот, ну, поймите, поймите этого человека, который нас сейчас с вами, нашу с вами, в честь именно спортивной гимнастики защищает там. И он, в общем, в какой-то степени один. Он на снаряд выходит один, там никого из нас нет. Мы можем просто за него поболеть. Я вас призываю просто сейчас, ну, не обострять, что ли. Так, правильно, все, Дима, разделяю эту точку зрения. Сейчас уже у нас идет представление финалистов на кольцах у мужчин. И Лидия Гавриловна, все-таки еще отдельное спасибо Дарше Спиридоне, 17 лет. Ну, давай мы ее принесли. Человек выигрывает квалификацию. Человек сейчас выступает уже на фоне того, что творится. А знаете, нервная система могла и подрагивать. Это говорит о том, что у нее стабильно хорошая подготовка на этом снаряде. Вот славлю Татьяну Фомкину, в руках которой находится Дарья Спиридонова. И Лидия Гавриловна, еще то, о чем мы говорили весь сегодняшний эфир, наверное, имеет смысл повторить. О том, что за спиной у Мустафина, за спиной у Мустафина вполне себе выросла Спиридонова. Ну, вообще рядом с Мустафиной команда имела гораздо высший авторитет. Мы это видели с вами в результате командного оперенства без Алии Мустафиной. Ну, к сожалению, Алия тоже получила травму, и дай бог, чтобы она как можно быстрее вышла из нее, потому что она архи-необходима команде. Просто она так нужна в Рио-де-Жанейро. Вот эти идут красавцы. Кольцевики. Кольцевики. На кольцах наших нет, и кольца всегда стояли особняком. Кто бы там что ни говорил, все-таки кольцевики – это совершенно отдельная порода, прежде всего, гимнастов. Это вид спорта, который предъявляет требования к антропометрии, прежде всего. Нет, Аван Гельдера первого постановил. А как же, это который бывший Юрий Ван Гельдер, сейчас он Ламбертус Ван Гельдер – единственный человек, который сгорел на допинге. Потрясающая, конечно, история была. Ну, все-таки как-то он как-то вышел. А где же олимпийский чемпион Артур Занетти, ну-ка, ну-ка, ну, которому подарили медаль Олимпиады? Нет его. Есть, есть, он просто в резерве. Мало-мало. Да, он уже первым резервом идет. А я обратила на другое, что финалисты этого снаряда, кольца, боже, как они близки друг к другу. Мы даже вот сейчас с вами будем смотреть и до конца не будем знать, кто из них золотой. Здесь, конечно, есть Лю Ванг. Здесь есть Лю Ванг, чемпион мира, чемпион мира в команде. То есть гигант и молодец просто, вот, 21-летний спортсмен. Но тут есть еще китаец Юхау, который семибальную трудность имеет. Абсолютно верно. Так что я еще раз анонсирую, финал будет невероятно интересный, просто жалко, что без наших. И грек Элитериус Петрониус, который уже играл квалификацию. Да, он уже стабильно там всегда, да. Два американца и, вот, обратите внимание, Вахан Давитян, представитель команды Армении. Здесь все-таки армянский гимнастик также представлен. Какие они молодцы. На Канемахе у них есть медаль. Персонально позвоню Альберту Азаряну и скажу, ну, какие вы молодцы, возрождаете Армению. Вот Армению, вот он как раз идет. Такой мощный вид спорта. Даже, я бы сказала, национальный у них. У них столько было победителей международного ранга. Вот, пожалуйста, Давтяну здесь у нас снова присутствует. И обратите внимание, а от попадания в восьмерку сильнейших Дениса Аблязина отделила всего-навсего 66 соток. Это я расцениваю именно как в судейские игры, поскольку у Аблязина 6,8. У бразильца Занетти также 6,8. У Виттенбурга Доннала 6,7. Ну, я смотрю оценку 15,4. Потом 15,433 и 15,466. Простите, но плотность слишком высока. И не попадает олимпийский чемпион, а не попадает Аблязин. Ну, что ты делаешь? Ну, значит, такая плотность раз. И кто-то в этот нервный момент промахнулся чуть-чуть. Может быть, приземление чуть-чуть потерял больше, чем его соперник. Но обратили внимание, что не было награждения после двух снарядов. Значит, все три снаряда будут по окончанию. Мне вот интересно другое, потому что я не знаю, будем мы наблюдать награждение или нет. А конкретно что мне интересно? Четыре первых места. Они четыре раза ГИМ наградили? Да, обязаны просто. Лея Гавриловна, а напомните, как это было при Советском Союзе, когда были обязаны играть ГИМ целиком? И вы за этим тщательно следили в составе делегации от Советского Союза. Мы учились, извиняюсь так сказать, у нас он длинный по случайанию. По словам, по всему его на свете, длинный, и мы не разрешали обрезать. Потому что часто старались сделать куплет с припевом, так скажем, да? А мы требовали полного текста. Вот Ван Гельдер. Димуль, сколько ему сегодня уже лет? О, это, да, это, конечно, персонаж во многом легендарный. Тридцать два года. Тридцать два года и прямо вот. И вот, понимаешь, он сегодня отвечает на вопрос, почему я возраст спрашиваю, чтобы зрители тоже знали. И в 30 лет можно держать высшую форму. И в 19, и в 17. Диапазон невероятный. Все это складывается к тому, что требуется планомерного, хорошего, безпоследовательного тренажа во всем и вся. Вот у Ван Гельдера вот эта головная боль с горизонтом. Нет, он уже потряхивает. С горизонтом она продолжается всю его карьеру. Ровно поэтому, кстати, он в призах и не был на любых эмирах. А трудности он задает большую. Вот, смотрите, какой крест достойный. Ну, Лидий Гаврилович, кого мы сейчас крестом удивили. Ну, так. Я все-таки думаю, 32 года уже можно износиться, устать. Ну, ёпчет, ёпчет. Вот эти всякие были у него комбинации с... Ну, у него дисквалификация была. Он же два года сидел на лавочке. Да-да, вот я тебе и говорю, он преодолел это сидение, так скажем. Конечно, он тренировался, это понятно, но без соревнований, без соревновательного опыта. Соревновательную практику мы ничем никогда не заменим. Ну, он мог иметь там свои какие-нибудь желкопуски. Завтрашняя, к слову сказать, гимнастика будет на телеканале «Спорт-1». То есть она в любом случае никуда от вас не денется, дорогие друзья. Это очень приятно, потому что очень многие гимнасты звонили. Ну, естественно, то есть большой кусок, да еще там Аблязин выступает. Аблязин выступает, и пять золотых еще разыгрываются. Как это, не посмотрите. Это же самый еще раз, не постесняюсь сказать, самый мощный вид спорта. В олимпийской программе, как его не показать до конца. И вот мы тем самым, что мы вам рассказываем о том, что садитесь завтра, берите чашечку чая, кофе, садитесь и начинайте болеть. Денис Аблязин наш будет участвовать в прыжках, и у него тоже замечательные предпосылки. Давайте вместе, вместе все поможем нам. Ну, и я надеюсь, что получится. Кнопка «Спорт-1». Да. Кнопка «Спорт-1», потому что для мужской гимнастики завтра момент истины, простите. Момент истинный в одном и местном человеке. В одном и местном человеке. А сегодня у девочек, между прочим, уже три золотых медали. Маша Пасека на прыжках, Виктория Комова и Дарья Спиридонова на брусьях аж сразу две. Замечательно. Посмотрите, исполнилось 6,8 баллов. Оценка 15,5. 15,5 баллов. Неплохо. И тоже 6,8 осталось? 6,8 трудность, да, абсолютно верно. А вот равная точка для Вангибера. И я вам хочу сказать, хуже сейчас оценок не будет. Вот давайте смотрим за Саидом. Айт Саид, чуть побольше у него в квалификации была, 16,5,566. Ну, этот молодой человек уже давно признанный кольцевик, прямо скажем. Да, и француз признанный, мне все время с этой фамилией. Да, 26 лет, и он был у нас в Монпелье на Европе вторым, на кольцах, на кольцах на чемпионате Европы 2014 года третьим, вторым. Какой умница, какой воображалый. Красивый самолет. Вот дал бы этот, лапочки, пальчики не удержали, и на пупок бы прям так и прыгнул вниз. Нет, он, конечно, ой, ты, ну не хулигань, рано. Пижонит, пижонит, товарищ. Пижонит, но он этим набирает дорожайшие десятые. Ой, ой, Альберт Азарян, тот, который воображал усами улыбкой на этом снаряде, он его тоже сейчас пытается другим моментом обыграть свое исполнение. У него, да, обратите внимание, пока вся селовая часть на открытых кистях делается. Да, да, вот это неплохо смотрится. Это почерк в том числе. Это почерк, правильно, но это неплохо смотрится. Мы же обратили с вами внимание, значит, и все живые люди, и судьи это видят. Пока мы говорили про раскрытые ладошки, он уже всю комбинацию проделал, и сейчас переходит соску. Все, опять будет за 15,5. Что-то они опять начнут одинаковую сумму ставить. У него такая же база, как у Ван Вельдера. Но мне-то понравилось чуть побольше. Но исполнение было получше. Поэтому я говорю, опять за 15,5. Слышали фразу мою? Вот. Смотрим. Видите как, второй гимназ. Это очень быстро пролетит, потому что они слишком высокие мастера. Ну, плюс, да. Плюс, в основном, падение с колец от соскоки. То есть здесь, если комбинация обрывается... Нет, ну и потом можно не удержать какой-либо такой горизонтальный... Самолет чистый, прям летит. Да, да, взлетел он. Отлично. Причем и смотрится красиво. Очень красиво. Показали здорово здесь. Вот эта вся силовая часть, она, что называется, как на ладони. Очень жаль, что наших нет. Молодцы. Вот это все говорит о том, вот это разрешение добиваться высокого классного исполнения на отдельных видах, конечно, и заставляет гимнастов, тренеров задумываться, чем еще обратить внимание на себя. Либо, понятно, включением каких-то экстра элементов таких, чтобы они были не замазаны, а сразу отличили, что это делает только Саид или это только Денис Облязин делает. Это первейшее. Но вот даже знакомые элементы он украсил раскрытием ладони, и как это прозвучало опять же. И все запомнят. А Саид, тот, который из Франции выступал в финале на Кольцах, вы помните, как он держался во всех опорах с раскрытой ладонью? 15-633. И 6-8 так ему оставили. 15-633, конечно. Это разумно. Говорит товарищу Ван Гельдеру, а подвиньтесь, товарищу Ван Гельдеру, на позицию пониже. Теперь пойдет еще страшнее. Китаец, у него трудность 7 баллов, а исполнительское мастерство у китайцев не бывает плохим. Я на Кольцах про плохих именно Кольцевиков, представителей Китая, просто не помню. Да не только. Они просто не умеют. Они с базы, начиная мальчика или девочка, входящая в зал, они сначала все отшколивают. Они так правильно ставят, как... Я вам еще раз без стеснения скажу, они чисто на нашей советской школе гимнастики. У нас вот эти утюги, неразогнутость не разрешалась. Они бы не доходили до высокого мастерства. Ну да. Потолок КМС. У меня привет. Да, с таким подозрительным... Ох ты, он еще ноги поднимать умудряет. Ну что ты, это же Китайец. Доводя до горизонтального. Вот он, вот он. Как домкратом, да, поднимает. Вот так вот. Ну, товарищ, вот тут чуть-чуть балансирует. Двойной баланс. Да нет, это тут вертушка, как я по-своему называю. И остановка не кое-как, а в высоком. Крест-угол, да. Ох, как хороший. Хороший, очень хороший. Очень хороший. Сейчас только ему припечатать себя в соскоке, и он, конечно, пока первый. Ну да, и в стойке не затрястись здесь еще разик. Ну, нет, я надеюсь, он все-таки мастер, но не кое-что. Принодушно мне оставляет такое исполнение. Вот завтра мы с вами еще таких же виртуозных мастеров увидим пять раз на пяти снарядах, которые остались на завтра. Хороший и сложный соскок. Два-двумя. Можно я такое слово предупреждать? Роскошная работа. Да, пожалуй. Можно, да? Здесь было. Потому что это было так. И если они ему сейчас меньше не должны ставить, ни в коем случае. Саид был хорош со своими лапками, но этот хороший другим. А в общем, они очень близки друг к другу. Я почему и сказала, что до последнего мы с вами не скажем, кто золотой. Ой, как. И смотрите, сейчас раз, крест и угол. Вот остановится он. Нет, еще не остановится. Сейчас, сейчас вот он закончит это вращение. Опа. Класс. Сел на стульчик. Но не на стульчике сидит, товарищи. Блестящая комбинация. Просто блестящая. Бизамер. Вы посмотрите, какая. А носочки. А коленочки. Вот из всего этого складывается класс. А поднятая головка. Борода не где-то там на груди, а все гордо как надо. Это, конечно, уровень. Ой, какая линия. Ну что вы, ребята. Вот это вот называется высший класс пилотажа. Я, может, его сильно перехвалила, но я на этом примере хочу объяснить, что такое класс работы в спортивной гимнастике. Но он же касается и художественной гимнастики, так же, и акробатики. Потому что и так какая-то неразогнутая саха, это же неинтересно смотреть. Да, это верно. Так, 7-балльная трудность и оценка 15-733. Вот это абсолютно правильно. В комедии Саида. Мы пели ему на протяжении песни 15-7. 7 баллов, простите, трудность. 733. Даже можно было смело побольше поставить. Согласен. Потому что они немножко поджали. Не знаю, кому они спасают. А я думаю, грека они спасают сейчас. Наверное. Элитариус Петрониус. Вот он сейчас и выходит, лидер квалификации. А что было у Петрониуса? Ну давайте посмотрим на Петрониус. Секунду, Лидия Гавриловна. Что у Петрониуса было в квалификации? Ну у него было хорошо тоже. База-то какая? 7,8. Ой, 6,8 у него меньше база, чем у этого китайца. То есть, типа мы брали частоту исполнения. И скажи, сколько лет этому Петрониусу? Тоже уже, наверное, по 28, нет? 25. 25 только? Чего ты такой юный-то? А что бы нет? Горезон. Ю Хао, который 7-балльную нам сейчас показал. Предыдущий. Самолет. Вот, тоже, и тоже ладошки стал раскрывать. Ю Хао вообще 23. Но как-то у него не так эффектно смотрится, как у Саида. А Саи первый работал. На нем было внимание. У него пальцы длиннее или немножко плоскость. Другая показа была. Тут смотреть выразительно. Но все время немного горизонтальное равновесие. Чуть ниже горизонта ступни. Да, конечно, мастера, я правильно сказала, высокого класса. И не спрятать их, и вот как надо. Ну что ты, на хулигане просто. В хорошем смысле. Легко. Раскрывает себя в абсолютно точном положении креста. И стойко зафиксируем. А немножко дотягиваем, да. Это мы видим молодой человек. И соскок, хороший соскок. И даже двумя. Ты знаешь, наверное, где-то опять такая же оценка. И я, если, например, если бы я ставила оценку, я бы его все-таки чуть-чуть разделила. Выше, ниже? Ниже бы я поставила, чем китайцы. Но не знаю, как поступит сегодняшняя бригада. А я, кстати, Лидия Гореловна, может быть, попытаюсь предугадать, почему. Потому что то, что вы заметили, во всех равновесиях горизонтально ноги чуть весели. Немножко были ниже, да. Но какая там дружба между судьями сегодня существует. Плюс вы знаете, у Юхао вот эта комбинация с двойным прогнувшись в кольцах и выходом в крест углу. Ну вот эта замотанная связь, какая она красивая. Но никто же не делает. Я тоже говорю, что вот это композиционное построение своей программы, это очень важно. Можно сделать монотонную, какую-то однообразную. А можно, как я называю иногда, разбавлять силовая часть, потом маховая. Потом опять какая-то точка. Это очень эффект. Вот мы с вами просмотрели. На китайце это было очень четко показано. Это некрасиво. Это красиво. Вот я это все рассказываю и беседуемо с Димой специально, чтобы вот тот зритель, который, может быть, никогда не смотрел гимнастику, но чуть-чуть, чтобы он не понимал и разбирался, а что человек может, как вращаться, как человек может летать, вот вам гимнастик. Лидия Гавриловна, здесь все-таки со сколько, два с двумя сложных, полугруппировки. Ну, чуть-чуть было приземление, да, ты хочешь заметить? Ну, все в чуть-чуть. Но сегодня нет ошибки в 0.05. Вот понимаете, вот сейчас его поставят выше, поставят выше, да. Это уже начинается... Да, да, да. 15,8. Показывать. 15,8 и 66, десяточку ему дают. Ненаспределиво. Ему ставят 9 за технику. Значит, они так порешили. Ему ставят 9 за технику при том, что он на две десятки хуже по трудности. Ну, видимо, так решили. Ну, ладно. То есть я тоже не согласен. Это судьи шесть штук там судят, а может быть еще что-то. Ну, мы с вами смотрим то, что делается на чемпионате мира. Значит, теперь представитель американской гимнастики. Обратите внимание на тело сложения, на плечевой пояс. Посмотрите, где голова, где потрясающая гора мышц несусветные. Даже не знаю, как он сейчас разберется с ними, со своими мышцами. Не знаю, еще этот торчит номер. Добавляет горб. Ну, как хочешь. Как хочешь. Вы посмотрите, как он себя поднимает. А ведь махина-то какая, тяжесть-то какая. Ой-ой-ой, какой молодец. Ой-ой-ой, какой молодец. Ведь огромный. Ему же эту массу-то тела надо держать. Ну, а крест у них вообще по копейке идет. Я даже... Как бы это символ упражнений на кольцах, но он сегодня идет как просто такой обязательный элемент. Хороши. Хороши. Нет, тут таких дурачков-то нет в финале, прямо скажем. Я все жду, кто-то там сделает какую-то стойку, опираясь руками о тросе. Нет, нет, мы с вами наблюдаем за финалистами. Это из двухсот человек выбрано или отобрано только восемь лучших исполнителей на кольцах. Ну, вот у вас тут и грация, и сила, все сразу есть. Ну, вот американского гимнаста, его как селище просто не назову, огромным. Ну, чуть меньше чистоты, мне так думается. Но я теперь уже не могу вписаться в эту судейскую бригаду, потому что я не совсем согласилась, что они дали предпочтение греческому гимнасту. Хотя бы тоже уравняли, как девчата на брусе. Это было бы, на мой взгляд, справедливее. Вот там на повторе видно, как он абсолютно стоит на кольцах. Никакие там ему не помогают тросы. Все делается на прямых руках. И вот он себя подкидывает, вращает и приходит на ноги, пытается устоять. Это нелегко. А теперь еще раз посмотрите на эту груду мышц. По-моему, ноги тоньше у многих мужчин, чем эти ручищи. Это специальная физическая подготовка обеспечивает такую груду. 15,3 – справедливо. Хоть и трудность у него высокая, но частоты было не так много. Так, теперь идет опять китайский гимнаст. И опять он должен нас заставить преклониться перед их классом работы. И трудность у него задана тоже высокая, 5,9. Ой, 6,9. Поэтому смотрим на Лиу Янга. Абсолютно верно. Квалификации 2. И по совести сказать, у меня все оценка Петрониуса или Эфериуса не идет из головы. Мы уже сейчас поговорили. Ну, поэтому трудно, я говорю, вписаться сейчас в ансамбль гимнастской бригады. А тут я вспоминаю как раз все тот же Лондон. Это было довольно забавно. Потому что после выступления Саши Баландина я столкнулся нос к носу с великой гимнасткой Ларисой Латыниной. И спросил у нее, Лариса Семеновна, а что вы думаете за выступление на кольцах? Она мне рассказала тройку, под которой я был готов подписаться вообще под каждым словом. Ей сказала, что появление бразильца, который в итоге выиграл тогда, оно абсолютно ничего не обусловлено. Ну, ясно, она не согласилась с этим. Смотрите, как здорово работает гимнаст. Обожает элементы. Да нет, он здорово работает. Крест в стойке, это вообще классно. Вот сейчас мы видели американского гимнаста, и вот вам школа. Конечно. Другой уровень. 21 год всего на всем. Абсолютно другой уровень. Всего 21 год. Я даже не знаю. Вроде говорят, мужчина позже взрослеет. А тут и в 20 лет ты уже силен, и в 21. Знаете, есть такое расхожее мнение, что самые первые 40 лет в жизни мальчика самые сложные. Согласно. Опа! Вот это он отдал. Это мужчина будет стоить. Ей, дохлый. Причем мы сошли со скок-то. И со скок-то у него не два с двумя, а два с ментом. Да. Он, конечно, не проконтролирует, что это такое. Вдруг так решил ножкой немножко трыгнуть. Трыгнуть. Да, и подарил. Подарил. Вполне могут. Они сейчас к этому прицепиться. И как бы все на смарку полетела. Вся его вот эта ювелирная работа. Вы посмотрите, что он умеет делать. Ну где тут линии не хватает? Ну чего не хватает? Шикарно все. И вдруг со скойки... Учитывая, что их с греком разделила в квалификации 0,34, а вот за это прицепиться, может быть, и к 0,3. Нет? Посмотрите. Дим, я бы все равно... Можно считать как грубую ошибку? Грубой нет. Нет, грубой нет. Ну то есть на одна. Здесь идет борьба, ты видишь, в однотысячной, в сотой доле балла, поэтому они чуть-чуть могут... Я бы его все равно уместила, хотя бы с ним на равных, но никак не отдала бы предпочтение... Греку? Греку. А, видно, греки хорошо поработали. Да, грек выиграет сейчас, наверное. Поработали, наверное, неплохо. Скорее всего, хотя что, китайцы, я думаю, тоже хорошо работают. Нет, он хорош, безусловно, гимнаст из Греции хорош, но эти были не хуже. Вот этого нельзя... Нет, у него сейчас на... 0,3, 0,3. Да, 0,3. Враг снимет 0,3, свой снимет 0,1. Вот здесь вот игра может быть. А там кругом враги. А сейчас его враги, суди. В смысле, свои судьи стран, которые выступают финалисты, они не принимают участие, поэтому... Ну вот вам, пожалуйста. Да. Собственно, вот вам оценочка 15,7. Да, жалко. Вот, пожалуйста, разносите их с коллегой по команде. С коллегой по команде их разносят, и они вторые, третьи. Второй, да? Да, он третий. Он третий. Значит, первый у нас Грек. Грек, Грек. Второй, 733, это опять китайцы. И третий китаец, да? Угу. Угу. Ну и сейчас последний, кто может попытаться вмешаться в эту борьбу, это Брэндон Уинн. Представитель команды Соединенных Штатов Америки. В Антверпене на чемпионате мира был третьим. Нет, нет, он не будет первым. Давай, посмотрим. Первым нет. Он не имеет права просто в троечку влезать как? Так, это хорошо. Давайте посмотрим его просто по-честному попробую. Опять хорошо. Хорошо, хорошо. Опа. Смотри, какой хулиган. Доша, сложная серия. Ноги низко. Мы это видим, хоть тебя повернули в другую. И приподнял. Чертенята, как же здорово работает. Как же здорово работает. Ну, у него база по ниши, все-все. Он хорошо работает, пока ничего не могу сказать. Все откровенно отрабатывает по-честному хорошо. Ну, вся силовая часть кончилась. Давайте. Куда-нибудь пойдем дальше. Махом назад, горизонтальная. Ты посмотри, как Америка прибавила в этом виде спорта. Ведь я вспоминаю времена, когда они едва шевелились. Как же они хорошо подросли, мальчишки, девчонки. Дима. И в точку он. Точка, все хорошо, но он не обойдет. Он великолепен, но он не обойдет. Это у нас кто? Американец был, да? А, и у него трудность 6,8. Вполне себе. У него дело хорошо. Ой, чертенок нет. Все, я молчу. Могут и схулиганить судейская бригада. Запросто. Запросто. Он же, во-первых, американец. Я просто трудность посмотрела другого гимнаста. У него 6,8. У Ли Янга была 6,9. И тот, который допустил по приземлению ошибку такую заметную, как мы с вами обсудили. А этот все сделал четко. Мы ждем оценки. Конечно, я вообще оставила там, как надо мне для пользы дела. Ну, для этого надо находиться в бригаде. Ну, конечно, здесь со скольки была некоторая грязь. Но сейчас даже не в этом смысл. Вот как они там сейчас выставят 6 контрольных оценок. У мальчишек, вот, например, раньше было 6 оценок, крайне отпадают. Из средних 4 выводили среднюю оценку, да, окончательную. А сейчас из всех 6, все складывают 6 и делят. Это для того, чтобы не получилось вот этого многочисленного деления. Одинаковых результатов. Ты смотри, как. Ну, это они сейчас, конечно, все на публику, что, мол, так шикарно. Вот, пятый результат. Пятый результат здесь. Нормально. По делу. Все-таки первому впечатлению надо доверять больше. Ну, по технике он не дотягивал. Пока не дотягивал. Хотя силовая часть, откровенно скажу, силовая часть не понравилась. А вот теперь за Довтяна... Можно попереживать. Сейчас попереживаем. Давайте вместе с Арменией всей. Ребята, если вы сейчас вторую медаль завоюете, это будет такой прорыв. Прекрасно это будет. Я очень болею за них. Ну, и такой большой парень высокий. И тоже возрастной уже, да, Дима? Не часто, да. Не часто. 27. Ну, большой уже молодой человек. Немножко такая линия невыразительная. Хорошая. Головка. Вот она. Тяжело ему? Конечно, тяжело. Это нелегко. Это вообще нелегко. Весь зал молчит. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Здесь плоховато получилось. Ну, стоим. Стоим. Я извиняюсь. Стоять лапонько. Ну, ладно. Все равно. Все-таки нет. В финале лучших исполнителей на Кольцах. Да, я отработал от начала до конца, но я думаю, это за призами. Надо позвонить сегодня, поздравить Альберта. Сегодня с медалью. Сегодня с медалью в любом случае можно поздравить. Поздравить. Ну, не важно, что они не дошли сейчас до медали. Очень, очень серьезный финал был на Кольцах. Такие шикарные исполнители. Такие шикарные исполнители. Это можно просто... Может быть, я тоже была не совсем объективно, слегка субъективно, потому что мне импонирует один, а кому-то другой наоборот. Потому что они так близко друг к другу по исполнительскому мастерству. Вот уж как судья распределились. Третье место от первого делили всего на все. Это цена Олимпиады, как правило. Цена Олимпиады, правильно. Это цена Олимпиады. Там так ровно так и бывает. И плюс то, что вы сказали. Это работа с судьями в том числе. Все тут нет. Хотя вот такая не имеет права вслух об этом говорить. Судьи должны быть абсолютно нейтральны. Может, живем. Но судья всегда остаются живыми. И один увидел... А второй не увидел. А другой не увидел. А почему он второй не увидел? Один снял 0,1, а второй 0,3. И вот из этого 15, 30, 30. Да, да, здесь, конечно. Но зато 15, 30. Все за... Весь финал за 15. Даже нет ни одной 14. Все сделали хорошо. Поздравляем грека здесь с золотой медалью и китайскую дружину с серебром и бронзой. И лишний раз, Лидия Голл, давайте поздравим наших девчонок. Девчонки, вы сегодня прыгнули выше головы. Просто молодцы. Так, первый грек. Дальше. Давайте, Дима, напомним, кто у нас. Китайцы. Юхао. А два китайца, правильно. Юхао и... Илю. Да, все. Мария Пасека, Виктория Комова и Дарья Спиридонова. Вы сегодня героини. Они сегодня золотые девушки России. Все не замужние. Но этот вопрос не стоит на повестке дня. У нас на повестке дня только Олимпиада Рио-де-Жанейро. Вот туда надо подумать, поумнее подготовиться как следует. И все у вас. Смотрите, он даже... Мужчина, если плачет, значит, это что-то. Ну, не знаю, что это может быть. Ну, эмоции, наверное, прочитают. Ну, какие-то эмоции есть. Ну, эмоции тут это уже. Мы как с награждением? С награждением пока не очень понимаю, но пока вот висим, что называется, на картинке. И что хотелось бы еще добавить? Конечно, то, что сейчас исполнили судьи на высоких брусьях, я думаю, что мы с вами это видим первый и последний раз. Конечно. Я думаю, что... Такое не повторяется такое? Ну, четыре золотых медалей, это какое-то такое... Никогда. И звезды, и судьи решили прямо, что вот вообще никому обидно не было. Всем по медали выдать по золотой. И главное, нашим девчонкам совершенно точно задело. Эта медаль была не выдана, завоевана. Как потом распределиться на следующем крупном старте? Я по совести сказать, рассуждать не берусь, потому что это будет следующий старт, это будет уже другое состояние. Посмотрите, какой разрыв. 15-8, 15-700, 15-700, это... Я вам скажу, это не различие в мастерстве. Это все потрясающие мастера высокого класса. И уж тут просто настроение судейское. Кто куда немножко больше улыбнулся или что. Шикарные результаты. Я не зря анонсировала, что финал на Кольцах будет невероятно интересным. Традиционно, и не могу сказать, что здесь любой финал... Второй раз чемпион мира. Любой финал был каким-то неинтересным. Но порадоваться хочется, безусловно, за нашу. Здесь, конечно, отдельно за бойщица в этом деле выступила. Маша Пасека, потому что, простите, там вот и с Байлз... Там очень была трудная у нее... Вот у нее очень трудовая медаль, потому что, естественно, все отдавали предпочтение Байлз, это без вопросов. И я тоже самое отдавала. Думала, все-таки выиграет, наверное, Байлз. Ну, потому что американка, да еще так она здорово лихо прыгает. И Маша не дрогнула. Маша все показала в этот раз. Правильно. И характер, и настроение, а главное исполнение. Ну что, и пока, я так понимаю, что время у нас небольшое есть, и готовится церемония награждения. Готовится церемония награждения. Кони махи, брусья и, соответственно, кольца. Я думаю, режиссеры не очень, наверное, просчитали, что четыре раза гимн будет странным. А вот мне интересно, у организаторов четыре комплекта золотых медалей-то есть, не комплектов хватит вообще. Это хватит. А вот в этом я не уверен. Они займут от завтрашнего, а ночью накуют новых. А ночью новых нарисуют. Шоколадно. Я думаю, да. Нет, это они выйдут из положения. Просто я думаю, по времени звучание четырех гимна, четыре гимна различных стран, это тоже по времени немало займет. Ну и сейчас вот тот прецедент, который мы не видели, наверное, никогда, и как завершающая здесь трансляция на «России-2», это, конечно, ну, знаете, что-то должно было случиться. На высшей ступени пьедестала... Вот что-то четыре гимнастки, две из которых наши. Четыре будет стоять из этих четырех, 50% наших. 50% золотых медалей из общего финала восьмичленного, а на пьедестале, на верхней ступени, еще раз повторяю, четыре гимнастки, из них две золотых российских. Ну, Петрониуса, посмотрите, вот, конечно. А он уже прям... Его здесь все облизывают со страшной силой. Ну, потому что даже уже переигрывает, мне кажется, свои эмоции. Ну, повторно. Посидел бы, помолчал, потому что вполне могли отдать это первое место совсем не Петрониусу, и было бы тоже правильно. Вот так вот. А пока у нас некоторые паузы, я еще раз хочу сообщить о том, что мы с вами расстаемся до завтра, и завтра гимнастика будет в это же время, в 16.30, но на кнопке спорта один. Это уже будет показывать канал под названием «Матч». Ну да, будет и на «Матч ТВ», но, к сожалению, завтра, здесь надо тоже иметь в виду, дорогие друзья, завтра все-таки... Ну, стартовая, должен был стартовать новый канал, завтра день траура объявлен, и поэтому там программа... Могут изменить? Не-не-не, я думаю, что просто все вот веселости и какой-то повод для радости там будет абсолютно неуместен, и поэтому, безусловно, гимнастика будет. Безусловно, гимнастика будет, потому что и соревнования идут, и все это дело уже заверстанно, никуда не денется. У меня есть, что с немножко другим, может быть, настроением, как и сегодня, с немножко другим настроением, потому что... Ну, я думаю, вы нас поймете, дорогие друзья, потому что... Потому что это подобная трагедия... Невероятно. Это невозможно пережить. Ну нет, это слова, 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 это просто слова. Да. Не дай вам Бог. Оказаться в числе прямо сопереживающих подобных вещах. Нет, все, я даже не могу, это будет тяжело. Ну что, конь, махи, финал, церемония награждения без наших. Без наших. Ну, вообще, вот давайте опять, пока у нас есть некоторая возможность поговорить с вами, проанализируем сегодняшний день. Сегодня разыгрывалось пять комплектов медали, три у мужчины и два у женских. Про женских мы пропели, по-моему, очень выразительно и потрясающе неожиданно, но неожиданно в плане того, что на одном снаряде сделано... Два золота, да. ...четыре золотых медали. Это исторический факт, который на моей памяти не присутствует, а я уже прошла длинную жизнь в этой гимнастике. А у мальчиков все финалы были, вообще все финалы были безумно интересными, потому что конкуренция просто даже неизмеримая. Я даже не представляю, вздоха может не хватить кому-то до золотой медали или кому-то не войти в финал лучших гимнастов мира на Олимпийских играх. Ни минуты покоя, закончили, выиграли золотые медали, забыли. И завтра же уже на тренировке, потому что опоздаем, девчонки, на поезд. И вы сегодня молодцы, но вы посмотрите, в каком вы окружении, как близко к вам все соперники. Ну, а мальчиков Денис Аблязин, я к тебе персонально обращаюсь, персонально. Потому что такой талант, такое умение, ты так много можешь. Ты можешь украсить свою жизнь, имя свое, но главное, страны. Потому что ты способен врезаться в борьбу на кольцах, на равных с ними. На прыжках мы его завтра увидим с вами. И на вольных упражнениях он располагает рядом с этим... Напомню, мне японскую фамилию вдруг вылетел. Какой имя? Четырехпируэтный мальчик. А, я понял. Серари, да? Серари, да. Вот, рядом с ним Денис абсолютно не дешевле имеет программу. Но надо же выполнять, ты же мужчина. Мужчина-то нашей, огромной, любимой страны России. Поэтому, ребята, давайте, давайте старайтесь. Ну, так хочется, чтобы вы не потеряли этот медаль. Емкий вид спорта, после которого обычно американцы наши оказывались под нами легко. Ну, я думаю, я проговорила столько. Вполне мог секретариат уже подготовить дипломы, медали, выстроить награжденных и награждаемых. Тех, которые награждать будут, и те, которых будут. Нет, те, которые и те, которых. Вот так. Обычно это делают члены Международного технического комитета Федерации гимнастики. Замерла. Ну, замерли, потому что... Красивый помост, согласитесь. Потому что, Лидия Гавриевна, потому что это то, о чем мы успели пообсуждать. А конкретно четыре комплекта, это ЧП. Это готовить четыре гимна. Это сейчас надо менять регламент. Это надо понять, как их выводить. Сейчас там все бегают, волосы рвут у кого-где рвутся. Согласна, это новое явление. Вы же помните... Как их вызывать по алфавиту, наверняка по алфавиту, как расположено, то, что кого пригласить первым, россиянку или китаянку, или там кто у нас еще. Это все имеет протокольное значение. В том числе. В том числе, да. Ну, конечно. А вот чего они тянут, честно говоря, с награждением мужчин на коня махи, я, по-совести сказать, не очень понимаю. Потому что уже 20 раз наградили бы и следовали бы дальше по как раз тому самому протоколу. Да, мы не могу сказать. Сидим смотрим на пустой помост. Мы с вами с этой стороны, а не участники этого протокола награждения. В этом смысле тогда, наверное, я не могу не задать этот вопрос. Лидия Гориевна, вы наверняка в курсе. Где Гарибов? Гарибов, к сожалению, не успел возвратиться, восстановиться до той степени высокого уровня подготовки, каким мы видели Гарибова, красивого этого гимнаста. Травмы его заели, я по-другому высказать не могу. И он прооперирован, и вроде уже начал восстанавливаться. Но, к сожалению, не смог войти в эту стартовую шестерку или гимнастов России.